Помощь камень. Кто может знает этот камень? Аметист для расширения сознания. Представляете, такая красота в природе. Так, в 5.30 утра направила в этот чат очень много потоков света, любви, тепла, самое главное, изобилия. Изобилия. Так, хорошо, пока разгоняемся, пока еще на запись не ставим. Вопросы, господа, по прошлому. Сейчас я думаю, что на какую руку надеть. По прошлому занятию. У кого есть какие? Про число сознания. Все все поняли? Не стесняйтесь, вы же знаете все тут, я думаю, что глупый вопрос, это не заданный. В общем, сердце буду вам открывать. Наталья, можно вопрос один? Да, нужно, да. Вот смотри, ты сказала, что после 33 лет у тебя как бы включается твоя миссия, да? А если эти два числа разные, скажем, вот у меня 8 число сознания, а миссия четверка, они как-то влияют друг на друга, меняются? Я почти считала, что после 33 лет идет как бы замена, да, что уже потом больше обращают на четверку, чем на восьмерку. Или как это вообще идет? Хороший вопрос. Смотрите, число сознания, вот восьмерочка, например, да, это то, что с нами всю жизнь. От рождения и до тризны. Хорошо слышно? Точно? Да, слышно. Хорошо. Число сознания – это программа ума, это программа эго, это то, что мы… Надюш, можно начать, думаю, запись на всякий случай? Может, кому-то еще… А я поставила запись, посмотрите, разве не есть? Ну, хорошо, окей. Это то, что живет с нами всю нашу жизнь. Миссия – это тоже планета, которая включится в 33 на полную катушку и скажет, а теперь, Наташечка, все будет так, как я скажу. То есть до 33, а миссия, помните, как раз у нас сегодня тема шмиссия, с 21 года начиная, потихонечку начинается уже влияние через говорение и поступки, но потихонечку. В 33 года уже на полную катушку, и получается, думаем мы по числу сознания, как восьмерочки, например. Ну, сейчас дальше дадим расклады. А действуем как миссия 4. То есть, смотрите, число миссий – это значит в вас начинать после 33 лет протекать на 30% энергии той цифры, которой мы давали характеристики в сознании. То есть, вот, например, про четверку, когда слушали, у кого миссия 4, 30% от этой всей четверочной истории, во мне тоже, кстати, есть в вас после 33 лет. В действии я думаем как восьмерки, а действуем на 30% уже не как восьмерки, а как четверки. Вот та история, что не ведают люди, что творят. Та история, когда подумал одно, сделал другое. И та история, когда ты на других смотришь. Муж и жена в 33 проснулись и развелись в 33-37. Потому что поменялись. Ты немножко ответила на вопрос частично? Дальше про миссию пойдем подробно. Да-да, спасибо. Наталья, могу я тоже один вопросик задать? Конечно. Есть ли три одинаковые числа в дате? Так, а откуда три ты взяла? Получается число, месяц и год в совокупности, если год сложить. Число, месяц мы вообще не берем. Ребят, в социале дата, день, день рождения, это число сознания и вся дата. То есть две, один-один, да? А, все, поняла. Ага, я думала три. Да-да-да, две, значит. Ну, it's ok. У кого совпадает число сознания, число миссии, это нормально. Это, ну, человек просто не меняется, другие энергии не добавляются. Но действовать мы начинаем прям очень жестко. Вот если до этого, там, до 33 у нас еще лояльность какая-то, и сердечко еще все частично открытое до 33. 33 уже жизнь подхерачила, побила кризисами, сердце закрылось и пошли непорядочные действия. не совершать в реальности. Про непорядочные действия это в пятницу. Я прошу прощения, а для мужчин и женщин это одинаково или есть какие-то различия? Одинаково, абсолютно. Про различия мужчин и женщин, это там на отдельных у меня обучениях семерка про кундалини, про секс и все такое. Спасибо. Наталья, а можно еще вопрос? Вот вы сказали, число миссии после 33, да, начинается? Да. Оно начинается с 21, по чуть-чуть загружается, и человек уже, ну вот вы сейчас послушаете характеристики миссии, и вы поймете, какая у вас миссия, что вы с 21 года уже частично, частично в себе эти энергии начинали замечать. Но по факту в реальности еще человек поступает по числу сознания. То есть я семерка, семерка пришла в этот мир брать, все подряд, сверхэгоисты. До 33 я, даже если у меня там миссия 4, она там, может, нечестно, коферу было вообще. Семерка пошла и берет, и берет, и берет. А в 33 включилась миссия 4, а миссия 4 – это отдающая миссия. И поэтому у меня был конфликт сознания. Я всю жизнь беру, по какому фигу я тут отдаю. А потом у меня получается, блядь, нечестно, ой, извините. Я просто к чему веду, Наталья, к чему веду? Вот эта цифра 33, она как-то связана с Иисусом Христом? 33 или нет? Это просто как бы у меня такое. Ну, как бы чудеса случаются с теми, кто в них верит, и каждому будет дано по вере его. Как бы я связываю это с возрастом Христа, конечно. Конечно, но Сюцай ничего об этом не говорит. Все науки неизвестно. Спасибо. Христос сознание. Христос сознание. Что, что, что? Вот на самом деле, немножечко прям скажу, интересная тема, в которой я глубоко поражаюсь. И на самом-то деле, в Библии не просто так говорят, что книга всех книг. Там очень интересно преподносятся все мыслительные процессы. И то, что сейчас изучается на уровне квантовой физики, на уровне той же Сюцай. И вот не просто так именно после 33 подключилась что? Миссия. Миссии. Понимаете? Но вот я это слово имела в виду. Надя, я это слово имела в виду, почему я произнесла. Вот именно из-за этого, почему миссия именно, вот 33 года и миссия. Вот именно я туда хотела завести. Но Наталья ответила, спасибо. Ну, Библия полностью, абсолютно согласна, что это не про религию однозначно. Это церковники ее берут как свою. Это про... Наталья, вот еще один такой вопрос. Человек должен родиться по Богу в определенный срок. Вмешивается медицина, они признают, допустим, двойню, да, и вызывают преждевременные роды. То есть дети рождаются не 9-месячными, а 7-месячными. По сути, они должны были в один звездный поток войти, а входят в другой. Вот как с этим? То есть это предначертано просто через руками людей, да, вот это изменение? Или как? Спасибо. Ничего не предначертано. Немножко, может, что, контент тут будет? И немножечко это не по теме, поэтому долго не будем разглагольствовать. Это все планы той души, которая идет в воплощение. Это мама хочет в 9 месяцев, это врачи хотят в 9 месяцев. Душа планирует, ну, душа знает. И более того, не знаю для чего, наверное, кому-то сейчас из присутствующих это надо, раз мне идет прямо сейчас это в потоке. Абортированные дети ведь проблема у всех, верно? Чувство вины, стыда и так далее. Так вот, даже абортированные детки, они идут к тем мамам, душа которой мама планировала в своей жизни, душа. Понятно, что мы засыпаем эго, и мы думаем, что мы вот живем эту жизнь первый раз. Все, там уже давно у нас спланировано, но это моя философия, я не навязываю, в дебаты не вступаю, сразу скажу. Не только моя, это раджа-йога, физические знания древние. Так вот, если вы, блин, как бы эту тему вам в одну пару предложений, у меня целый интенсив на эту тему есть. Скажем так, душа, когда идет, окей, ладно, значит так надо. Душа, когда идет воплощение земное очередное, она заказывает, помните, я говорила, опыты, какие она хочет пройти из предыдущих воплощений, чего недостаточно, или там в одной жизни утрировано опыт был интересен насильника, значит, простите, дико звучит, наверное. В этой жизни душа опыт заказывает, каково это быть жертвой насильника. А еще есть молодые души, которые идут в рамках земного воплощения сюда для прохождения опыта первично. И, ой, господи, прости меня, что я миссия 4 отдаю все безоплатно, эту информацию. Значит, молодые души идут в воплощение на землю. И очень важный момент, ну вот вам надо подумать, кто скептически сейчас слушает, хотя такие уже не пришли бы на этот эфир. А что, если я права задать вопрос? Сейчас я подумаю, как это, это очень крутая тема, очень спасибо за вопрос вам. На самом деле, с уровня души, в душе смерть физического тела вообще не страшна. Это здесь понятно, что у нас привязка к материальному миру, и мы не понимаем, что смерть – это просто смена мерности, да, переход в другое измерение. Душа, когда идёт на землю, она не смерти здесь потом боится. Она боится процесса рождения. Бум. То есть дух, есть седьмая плотность, все слышали выражение «на седьмом небе от счастья», да? Седьмая плотность – это дом душ, называется, 7D, измерение 7D. И душа понимает, то есть это бесконечность, это всё и ничего одновременно, это невероятное расширение, это чистая энергия. И вот эта чистая энергия должна для прохождения опыта спуститься в плотность 3D. Земля – это 3D, 7D – 3D. И это равносильно чему? Раносильно тому, что вот вас, ваше тело, если представить, сейчас ощутите своё тело и сжать до размера грецкого ореха. Ничего у вас не сломается, ничего не повредится, но у вас просто сжали до размера грецкого ореха. Представляете, сколько боли будет, но типа ничего не ломается, допустим. И душа боится именно вот этого воплощения, опускания по вибрациям. Это возжимание. И все души там, на седьмом небе, когда сюда идут, планируют воплощение, опыты, задачи, какие там они себе ставят на воплощение. Они, это даже тренировочные, это не моя, не с головы информация, не буду говорить, с каких источников, но вполне себе доступны. Души, даже тренировочные опыты определенные проходят, какие я хочу прожить. Вот видите, вот мне надо типа тренироваться, там ускорен. И потом сюда на землю мы идем, они знают, что в момент этого сжатия, попадания в утробу матери, а это уже, ну то есть в эмбрион, в утробу матери растем и рождаемся. Лампы, люди и сжатая плотность. Поэтому абортированные детки, это, я боюсь разносить сейчас эту тему, потому что не все еще, может, к ней готовы. Ну, поэтому я сейчас уже закругляю эту тему. Абортированные детки, это те молодые души, которые, понимая, что вот эта мамочка для своих опытов души планировала там пережить такой опыт, такой опыт, такой опыт, и в том числе, например, аборт. Вот они идут именно к этой мамочке, потому что они идут попробовать, ощутить, что это за вибрации, что это за плотность 3D. Та-дам, та-дам. Все. Дайте мне. Ну, я думаю, тут аудитория такая опытная, все читают, очень много информации с разных источников, но ваш взгляд и ваш опыт, он очень интересен. Спасибо. Да, благодарю. Благодарю. Накаша, на секундочку, вот Мариночка Нильсон, она, знаете, хотела узнать еще, что вот, допустим, вот ребенок, ну как вот вы говорите, да, что, ну так и положено, но от того, что он должен был родиться, допустим, ну так, в другое, ну месяц, да, как девятимесячный, то есть это как-то еще все равно, то есть это уже все, то есть он как родился, так и родился. То есть дата рождения его считается вот эта, хоть его там, ну, медицинским путем не считается. В аренном роде, вы имеете в виду, да? Нет. Да. По факту, по факту появление на свет считается дата. И у старшего поколения, знаете, наверное, проблемы часто ко мне обращаются, что родились по факту в одну дату, а записаны в другую. Так вот, Сюцай, он работает больше, конечно же, по написанному, то, что где-то запечатлено на бумаге, и эта цифра начинает вытягивать определенную энергию, да, магнитить планету. Если человек по факту в одну дату родился, а записан в метриках по другой дате, то не совсем, конечно, удобная история, ничего не поделаешь, значит, в этом человеке протекает одновременно два типа, два числа сознания, два числа миссий и т.д. И, да, таким сложно. Нет таких здесь? Спасибо, очень интересно. Так, все, вопросы пока что на данной стадии закончены? Хорошо. Хорошо. Значит, у нас сегодня с вами относительно лайтовое занятие. Почему? Потому что основной разгон у нас на пятницу. Пятница, крайний день, когда мы с вами видимся. Кто зашел в ТГ-канал, сейчас оргмоменты мой, не удивляйтесь, так уж сложилось, видите, и тоже, видимо, как-то для чего-то и не случайно. Я сейчас, как эксперт, мы с командой находимся на определенной новой волне, и с сегодняшнего дня официально везде в источниках я буду не Наталья Шутловская, Наталья Мир, определенный псевдоним и паспорт я меняю. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, а философию это буду раскрывать. Ну, просто чтобы у вас не было диссонанса какого-то, была Шутловская, стало тут мир и что-то там раскрывается. Это первое. Второе. По поводу подарков. Нейромедитация, я думаю, здесь продвинутая аудитория понимает, что это такое. Это погружение в суть себя, это встреча с самим собою. Оксана Победа, благодарю тебя, давала голосом обратную связь, оказывается, я не знала, что так на нее подействовало. Встреча с душой, грубо говоря, и в качестве подарка, но за небольшие символические действия, пока мы сегодня с вами здесь будем философствовать. Если вы сделаете скриншот экрана, выложите у себя, ну или запись экрана в Инстаграм с отметкой моего аккаунта, кто знает мой аккаунт, напишите в чате, пожалуйста, с отметкой моего аккаунта и сделаете скрин, и мне в ТГ пришлете в личку, чтобы я увидела, что вы выложили точно. В Инстаграме у меня там ребята работают, а в ТГ я сама пишу. То вам будет в подарок одна из авторских нейромедитаций, платные, которые у меня, из семи на выбор, на выбор по теме подарю. Подарок медитация. Короче, делаем запись из крана скриншот, в Инсту выкладываем там с отметкой, с ссылкой на мой аккаунт, скрините, что вы исторку выложили, мне в телегу присылаете, и пишите слово там медитация, например. Вам сбрасываются 7 медитаций на выбор, и в подарок одна из семи. Нейромедитации, ну, чтобы вы понимали, какие здесь все свои, я не буду слов подбирать. Люди, которые их проходят, это обратная связь людей, я не буду сейчас тут засорять чат отзывами, но в среднем, в среднем, раз там из четырех, каждый из четырех, из трех людей пишет Наташа, это просто разборка. Эмоции, наверное, надеюсь, вы понимаете. Что, как работает нейромедитация? Они перестраивают нейроны головного мозга. И это дополнительный, очень крутой инструмент. В каждую нейромедитацию вшиты световые коды, потоки, это все встраивается в вашу энергоструктуру, потом по мере подъема в вами энергии начинает распаковываться в виде инсайтов, в виде осознаний, в виде иных новых паттернов поведения. И распаковки в любом случае, даже если вы один раз послушали мою нейромедитацию, и там понятно, что не все умеют медитировать, не у всех получается расслабиться, потоки все равно идут, и от трех до шести максимум месяцев распаковка все равно приходит, в зависимости от темы, которую вы выбрали. Поняли? Подарок, платная медитация, одна из семи, вам в подарок. Будет за сприншот и ссылку на мой аккаунт. У нас с вами энергообмен тоже какой-то должен быть. И в конце, в конце думайте, пока общаемся, запросы, потому что я проведу в зависимости от времени сегодня на эфире, прямо здесь, в прямом эфире, от четырех, думаю, до пяти, семи, как пойдем по времени, экспресс разборов по вашему запросу. Дату рождения не даете, запрос даете. Если у вас тема, там, запрос по отношениям, даты рождения записываем всех остальных, и прямо в потоке, в прямом эфире отвечаю вам, что вам делать с вашим запросом, ну и покажу, как работает ситуация в деле. Окей? Довольны? Рады? Все хорошо? Наташа, рада, очень, спасибо. А вот еще такой вопрос, почему именно Инстаграм, а если есть у людей чаты, продвинутые каналы, вот у меня несколько чатов и каналов, я про вас уже рассказала, даже видос скинула, потому что в Инстаграме у всех публика разная, и наработки разные, чисто, ну, как говорится, свои слабые. Вот можно где-то в другом месте. Тогда ссылочку на ТГ-канал, если в Телеграме, то там, ну, репостите ссылку на мой ТГ, окей? Хорошо, окей, спасибо. Все, и в личку, в скрин, что это сделали, и слово медитация, и получаете подарок. Вот так, извини, а что написать-то, когда скринишь вот этот момент, вот о чем, пожалуйста, вот сейчас скрин, который сейчас идет, или какой скрин, вот это не поняла. А, ну, да, можно скрин экрана, можно там запись экрана, где я там что-то говорю, ну, как-то выложить, как-то отметить, не просто там ссылка на аккаунт, ребята там вот, переходить, ну, чтобы жизнь была. Ну, то есть написать, что была на встрече у Натальи Седловской, там такая-то, ну, то есть там заниматься тем-то, тем-то, тем-то. Жень, там уже по спецу, как захотите, так напишите. Ну, все, ну, просто это, уточняю, так сказать. Так, все, закругляемся, фуф, мы с вами разгоняли. Ну, хорошо, вопросы-то хорошие были, и ответы. Значит, у нас сегодня с вами число миссий и сфера. Что такое число миссий, еще раз повторю, это то, что мы после 33 начинаем говорить и делать. Посчитайте это полностью дата вашего рождения, и как понимать поближе свое число миссий. Если у вас там 8-4, например, это говорит о том, что в действиях вы на 30% проявляетесь как четверки. Хотите понять, как действуют четверки, чтобы потом заметить это в себе, пожалуйста, окружайте себя четверками, наблюдайте, зеркальте, смотрите, как они действуют. Так, я не зависла? Нет. Вот, миссия, почему она важна? Про нее немного характеристик, потому что, ну, можно же и думающему человеку самому там посмотреть, ага, у меня миссия 5, пойду послушаю про пятерку, буду понимать, что я на 30% как пятерка, предположим. Но она крайне важна, число миссий, потому что миссия, помните, число сознания – это субъективная реальность, субъективная, это то, этот наш маленький мир в нашей голове, это то, как мы думаем, как мы триггеримся, на что фокус внимания у нас направляется. А вот число миссий – говорить в пространство, действия совершать уже здесь, в пространстве, это то, с помощью чего мы и деньги зарабатываем, и отношения выстраиваем, это то, как мы проявляемся в объективной реальности. Объективная реальность – это то, что существует без нашей головы. Помните, есть мы, не станет нас объективной вселенной, пофигу. Объективной реальности параллельно, это просто жизнь. И здесь кругом куча возможностей, вселенная изобильна, и жизнь в шведский столб. Но, поскольку мы все живем вот тут, в голове, в субъективной реальности, надумали, накрутили, зациклились, ушли в разрушение, и начали через минусовые проявления, сейчас пойдем по миссиям, своей миссии действовать в этой объективной реальности, это как шоры на глазах, шоры, шторы. И, соответственно, мы не видим возможности, мы двигаемся линейно в какой-то своей узкой колее. Поэтому сюцарь, он, собственно, для того и служит людям, вывод человека из субъективности в объективность. Как это подробно сделать и к чему приводит жизнь в объективную и жизнь в субъективную реальность, это в пятницу. В пятницу будет разнос, максимальная ценность. Сегодня, пока за эти два дня, понедельник, среда, наша с вами задача, базу вот эту усвоить, понимать, какие у меня цифры, какие характеристики у меня, моих родных, близких, что, собственно, вы и делаете. Поэтому число миссий очень важно, потому что это именно то, как мы реализуемся. Также к числу миссий, кто-то написал ваше, что ли, также к числу миссий привязана сфера. Напоминаю еще раз, сфера – это тоже планета, которая просто светит. То есть включается миссия и начинает планета на вас светить. И когда человек в минусе, про сферу я тоже расскажу, он начинает, эта сфера на него просто как дополнение дали. Например, у кого миссия один, сфера тоже один. Сфера высчитывается определенным образом. Сфера тоже один. Вот у тебя, Надя, три единицы твоих. Число сознания один, миссия один и сфера один. И, соответственно, это властная, сильная женщина, которая все время продавливала волю своих людей, видимо, пока через кризис мы не начинаем на что-то доходить. А сфера будет все время в минусе давить вот эту вот власть, власть эго усиливать будет. Но когда человек вдруг поднимается в ресурсное состояние, на высоких вибрациях, с открытым сердцем, то тогда он начинает расти, он начинает тянуться вверх и, грубо говоря, подключается к своей сфере. И из сферы вашей в сфере заложено предназначение. Я сегодня эту информацию дам. То есть предназначение – это то, что предназначала себе душа для этого воплощения, основная задача. Где, в какой сфере я буду реализовываться, работать и буду служить людям, и буду там полезна. И когда человек подключается к сфере из этой планеты, начинает в голову в виде инсайтов, идей, мыслей, и из пространства в том числе приходить, ну, правильные мысли, правильные вектора движения для реализации души, то, что она ставила себе на воплощение. Поэтому большие деньги заложены, ваши большие деньги заложены в сфере. Про это я буду говорить. Сейчас дальше подробно, поэтому чекайте, записывайте обязательно. Ну, ибо когда душа выходит на свое предназначение, помните, вся вселенная начинает дуть в жопку. И вы едете тогда кучер, это значит, натянул уже вожжи, и вы едете по освещенной дороге под фонарями, вас видно, вы в своей реализации, и все складывается картиной масла. Миссия. Число миссии. Значит, кто сейчас тут младше 33, а таких здесь хватает, прекрасная аудитория. Вам на заметку, это очень хорошо, если вы сейчас уже узнаете свою сферу, и вдруг, вдруг вы... Так, да, еще что важно. Из сферы, из предназначения и реализации, где ваши большие деньги, это не говорит о том, что вы должны сейчас менять род деятельности, компанию, и искать прямо именно, где работать. Вы можете работать, где работали. Главное, что вы сейчас услышите, начать это воплощать, да просто так, в быту, да просто не за деньги. Если миссия один, там, менеджмент стратегии сферы, например, сейчас пойдем поглубже немножко, это говорит о том, что можно работать хоть с продавцом на кассе, хоть еще где-то, но в быту, в общении с людьми. То есть предназначение – это служение, это то, где вы востребованы. И когда идет энергия востребованности, там, ребенку, бак, миссия один, там, и расписала стратегию его жизни, и тем самым стала причиной успеха, потому что ребенок, допустим, семерочка, а семерочке нет стратегии. Семерочка действует интуитивно, там, стопроцентная интуиция, например. А миссия один пришла, расписала семерочке стратегию жизни, семерочка прислушалась, пошла по этой стратегии, добилась своего успеха, тем самым миссия один стала причиной успеха этой семерочке. И ей из пространства, мы же люди как хотим, мы хотим вот сюда положить и отсюда взять, Так не работает по законным мирозданиям. И из пространства вы, когда начнете свою реализацию просто в быту даже, просто в общении, там, ну, просто, да, начнете реализовывать, то вам из пространства, из других источников отовсюду, это и есть изобилие, начнет приходить деньги, подарки. Я почему про деньги говорю, потому что сообщество денежное, поэтому я много про деньги говорю. Деньги, подарки, яркость, наполненность жизнью, крутые люди, мощные события, которые хочется потом вспоминать и смаковать, и вкусная жизнь. Вкусная жизнь начинается, когда человек начинает идти. Так, я не зависаю, у меня картинка висит, я отойду подальше. Нет, я тут? Нет, все хорошо. Хорошо. Миссия. Погнали. Значит, характеристики миссии. А, и самое интересное, в каждом числе миссии заложено процентное соотношение денег, какие человек может взять от жизни, в виде от, как процент от 100% своих усилий. И у каждой миссии, если человек не знает соотношение, например, да, и не занимается развитием, не в ресурсе, то вот только тот процент в конечном итоге, денег, изобилие там и всего-всего, человек сможет взять от 100% всех своих усилий. Мы с вами все на 100% усиленно хотим, работаем, но миссия так действует, так работает, что у нас будет что-то сливаться и будет оставаться один конкретный процент. До тех пор, пока человек не начнет выходить из субъективной реальности в объективную, сходить с ума, с программы ума и действовать как бы в своем предназначении. Итак, миссия 1. Это миссия власти и одиночества. Когда включается миссия 1, ну, с единичком, например, если 1-1, как Нади у нас, да, с ней это не работает. Она и так всю жизнь властная, с чувством одиночества, либо с желанием внутренним быть одной. Нади, есть такое миссия 1? Как бы сама тебе семья на самом деле в глубине души? Ну, либо, может, погодить. Да, 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 очень похоже на правду, да. Миссия власти и одиночества. Начинает же после 33, если там 4, 1, 3, 1 человек, там 5, 1, 33, бах, и солнце, человек развернулось и на ваших лошадей, мысли, эмоции, начинает светить и начинает управлять, какая, как неведомая сила, у кого там, например, не один-один, а другое число сознания, а миссия 1. Начинает вести, и человек будет неосознанно, неосознанно подавлять волю других людей. Миссия 1, если в минусе, ну, а большинство же людей неосознанных, не развивающихся, уже проживают в минусовых своих категориях. Подавлять волю. Миссия 1 всегда хочет, чтобы последнее слово было за ней. Миссия 1 будет стучать по столу. Миссия 1 всегда оценивает, там, слушаются её или не слушаются, подчиняются ей или не подчиняются. Когда в плюсе, миссия 1 – это очень щедрые люди. Но от ста процентов, вот проценты всегда всем интересны больше всего, от ста процентов усилий и труда, миссия 1, если живёт в своей программе, может заработать, сохранить, вернее, заработать можно все, могут все и стоить тысячу, но сохранить у себя. Только тридцать из ста тридцать. По какой причине? Либо миссия 1, а деньги на коммуникации встроятся, она будет оставаться одна из-за того, что она подавляет волю других людей, другие люди это неосознанно чуют. Вот эту энергию подавления. Что делать со всей этой историей с числом сознания, там, и с миссией, это в пятницу подробно тоже под запись будете записывать. Пока просто, ну, класс информации, которую нужно принять. И либо, если миссия 1 в плюсе, то миссия 1 будет покровительствовать, будет всё всем раздавать и щедрить. Здесь миссия 1 вам на заметку, прежде чем вы решите, я, по-моему, это где-то уже писала, а, нет, не вам, прежде чем вы решите раздавать, за всех всё делать, там, не знаю, выводить на себе всех и брать вот эту ответственность за жизнь других, людей на себя, на себя-то, если плюсе не сядь. Необходимо проанализировать. А вы это делаете действительно из своей щедрости, от сердца, от души? Либо эго наше не хочет нам счастья. И это эго заставляет, иллюзию нам навевает, что это щедрость, это вот забота. А эта иллюзия заключается в том, что на самом деле миссия 1 хочет поставить таким образом в зависимость от себя других людей. Нет плохого, хорошего. С вами всё так, всё нормально. Я сейчас тут никого не обесцениваю. При этом миссия 1 – это стратеги, финансисты тоже, как и единички, и танкам на пролом, и решимость, и руководство, и всё остальное. Как 30% единички. Я сейчас просто, ну, не хочу давать просто раскладку, там, как 30% от той, либо той цифры. Хочется же ценности и полезности уже давать. Поэтому миссия 1 – вам лайфхакт такой на будущее. Если вдруг вы будете раскрывать сердце, будете замечать вот эту историю, что люди как будто вас сторонятся, обижаются, почему-то уклоняются, пропадают из вашего поля. Это говорит о том, что они неосознанно уже энергию подавления их эмоций и мыслей уже почуяли. Поэтому, ну, у вас такая энергия, солнце, сила. На самом деле, у вас же нет этого намерения, как правильно, если в плюсе. Соответственно, всё, что вам надо сказать, это лайфхак, и он работает. У всех людей, которые с миссией 1 были у меня, и они все подтверждают. Надо проговорить словом, языком, сказать, что я тебя не подавляю. Человек, он же не осознаёт, просто там силой своей на него, как танк, может, даже из благих побуждений надавили. И человек не осознает, но ему некомфортно внутри. Мозг это не считывает, а внутри что-то не так. Так, соответственно, стоит сказать, я тебя не подавляю, я просто хочу там, ты-ды-ды-ды-ды, сразу бах, расслабился. Всё, и это уже не миссия одиночества. Вот. Что делать, чтобы из 30% стало 100, это в пятницу. Пока усвоите эту задачу. То есть, если вы, например, 2, нет, давайте, не знаю, 6, 1, это человек хочет всё время комфорта, кайфа, в числе сознания, и в действиях через подавление других людей будет этот комфорт, кайф себе забирать. Люди будут сторониться, людям будет некомфортно с вами, голова твоя, шестёрки, будет расстраиваться, меня не любят, шестёрка хочет любви, комфорта и секса. А в миссии 1 не будешь понимать, почему ты всё равно стучишь по столу. То есть, такие вот конфликтные ситуации, и, соответственно, из-за этого понятно, теряем людей, теряем духовную коммуникацию, теряем возможности, теряем деньги, уходим в минусовое состояние, не видим возможности. Поэтому 30% либо, как в миссии 1, всё раздаст. Всё раздаст, будет думать, что она щедрая, потом, у меня женщина одна была на консультации с миссией 1, уже в возрасте. Я не понимаю, я всю жизнь горбачиваюсь, я этим квартирой, этим квартирой, там у меня куча детей, она куча там всем, всем всё понакупала, с одной рубашкой, грубо говоря, одной осталось. Что за фигня? При этом дети не ездят, дети не хотят звонить, потому что, что кто-то сказать хочет что-то? Потому что мамочка из покровительства, и, как ей казалось, из щедрости, на самом деле, дети чуяли, что она их в свою зависимость ставит. Вот такая энергия. 30% и ставят, по себе запишите, я пока оставлю листы нам на разбор лично. Миссия 2. Миссия 2. Все, надеюсь, вы считаете и чекаете уже, кто-то, у кого, какая миссия. Называется «Миссия частых, но маленьких возможностей». Миссия 2, помните, на 20, на 30% это из числа сознания двоечки, берём. Это психология, дипломатия, это вода, это наполовиночку министры иностранных дел, двойки стопроцентные министры в числе сознания, а кто в миссии тоже имеют, как бы, сопричастность, да, к дипломатии, к договорным отношениям и так далее. Но, поскольку люди живут с закрытыми сердцами, чаще всего, конечно же, у нас минусовые проявления. Почему называется «Миссия частых, но маленьких возможностей»? Потому что «Миссия 2» это шаг вперёд, два назад, шаг вперёд, два назад. Это постоянные сомнения. Очень тяжело «Миссия 2» принимать решение, потому что энергия цифры 2 в действиях начинает тормозить тебя. Из-за чего? Из-за того, что неосознанно, неосознанно хочется переложить ответственность за принятие решений на кого-нибудь другого. И «Миссия 2» она будет, ей по факту, по факту, ей, это я смотрю, как будто зависало, ей не столько деньги надо, на самом деле всем нам не столько деньги надо, сколько хочется получить то, чего эго хочет. Про это подробнее в пятницу. Что наше эго не хочет нам счастья, и нам не деньги надо, в коне всегда проблема у всех, кто не реализуется, не раскрывается. Я помню, команду Качала там шли-шли, понятно, в сетевом, как обычно, там остановились, их надо реанимировать, надо всех поднимать. И такая история, причина главная, почему люди останавливаются на полпути. Или вот как у «Миссии 2» такая же история, да, то есть «хочу-хочу» в голове там ещё, предположим, какой-нибудь там девятка, которая куча идей, а «Миссия 2» будет после «33-х шук на жопку садить». Шук на жопку садить, потому что эго, ну это сродни инсайту, это как-то мне, помню, пришло, я офигела, когда осознала. Эго выше цели. Если цель изначально была там закрыть какие-то уровни, собрать какие-то выплаты, заработать миллион долларов или ещё что-то, нормальная, адекватная цель, мы по праву рождения обречены на изобилие, если мы говорим про материю, то в какой-то момент эго становится выше цели. Эго «хочу комфорта», «хочу идей», «хочу, чтобы все работали», это если по числам сознания, и в поступках потом уже из того, что не получила, что голова хотела, что число сознания ваше хотела, в действиях мы начинаем проявляться по числу своей миссии, это тоже эго наше, и в итоге посрать уже на миллион долларов становится, посрать уже на эти курсы, вот этот непорядочный, этот нечестный, этот несправедливый, вот причина основная, почему люди не доходят до цели. Эго выше цели становится. Ух, помурашила. И миссия 2, вот такая же история. Почему частых, но маленьких возможностей? Возможности частые, потому что миссия 2 умеет коммуницировать, умеет тет-а-тетиться с людьми. А маленьких возможностей, потому что пока она начнет сомневаться, денег хочет взять через отношения, то есть через, будет, даже если плохие отношения, миссия 2 зациклится на этих отношениях, и забудет нафиг вообще про цели. И будет вот разгребать. Миссия 2 важно сохранять отношения, она будет манипулировать, она будет излучать энергию неуверенности, для других людей считывается, энергию сомнений. И когда устает все понимать, устает выбирать, устает действовать, ложится в депрессию. Миссия 2. Что с этой историей делать в пятницу? Пока задача, вот день есть еще завтра, начать в себе это отслеживать, проанализировать свою жизнь. И понять, что все, что у нас есть, это для всех, и все, чего у нас нету, это делаем мы сами, нашей программой ума. Эго становится выше цели. Денег может взять миссия 2, из 100% затраченных средств, усилий, труда, 20%. Потому что пока она думает, сомневается, возможности проходят мимо. Она вроде их видит, она коммуницирует же с людьми, психологи, дипломаты. Возможности есть, но пока она пошла думать, там 3-4-5 дней, все, возможности уже в том масштабе, в котором могла от нее прийти, ушла. Миссия 2. Окей, пока скажу. У вас должно стать целью жизни выход на масштаб. В масштаб. А эго будет, нет, нет, давай обидимся, нет, давай в моргку спрячемся, давай посидим. Есть миссия 2. Давайте обратную связь, немножко интерактива. Разгоняюсь перед личными разборами. Кто миссия 2? Не хотят признаваться. Ладно. Ну что вы мучите? Наташа, а как миссию 2 высчитать? Просто у меня тупил интернет, и я не поняла. Женечка, а ты какая цифра по числу сознания? Два. Первая цифра, да? Ее смотреть, да? Не, не, не. Двойка, видите, не поняла. Двойки шлектор эго затошит. Понимаю, не понимаю. Вот это все время в голове. Так, Женечка, все нормально, это нормально, программа у нас работала. Миссия – это сумма каждой цифры, кто еще не допер, каждой цифры всей даты рождения. Все, число сознания оставляю в понедельнике пока что. Сейчас говорим про действия. В каждую циферку 1 плюс 6 плюс 5 плюс 7, там, 1900, 1 плюс 9 плюс 8, там, плюс 6, например. Чекаем и сводим к одному числу. Посчитаем. То есть полную дату рождения сводим к одному числу, да? Да, да. Суммируем каждую цифру. Если 12 месяц, там и пятое число, то это 5 плюс 1 плюс 2, плюс 1 плюс 9, 1900, и дальше год тоже, каждую цифру. Наталья, извините, а в сумме 10 получилось? Считать как 1 или как 10? Нету у нас 10 миссий, у нас всего по 9. Девятилетние циклы, девятилетние числа сознания, ой, 9 числа, 9 миссий. 1 плюс 0, 1. Ну, значит, правильно, я прослушала единичку. Спасибо большое. Властная женщина. Миссия 1, женщина с миссией 1 всегда, девочки, всегда подавляют мужчин, ломают. Пока не сломают, эго, интересный процесс. Когда сломали, есть такая буква в этом слове. Это, ну, а потом одиночество, да. Такая энергия. Надо направлять будет, сферы напомните, напомните, я могу заболтаться про сферы и про предназначение забыть. Окей, миссия 3. Посмотрите на этих людей, у кого миссия 3, можете написать в чат, я тоже на вас посмотрю. Та-дам! Внимание! Из всех 9 миссий люди с миссией 3 самая эффективная миссия. Денег может взять от 100, если плюсует, если не там, ни в рфхаусе, ни в разрушениях, от 100% затраченных средств, усилий и труда 100%. Мы сейчас с вами говорим, вот эти процентные соотношения, это в случае, напоминает, если человек, вот неосознанно, повинуясь планетам, живет в своих программах ума, вот просто, как бы, в течение жизни, а не в творении. Вот миссия 3, даже если неосознанно, возьмет 100%. Почему? Это миссия анализа и огромных возможностей. Сейчас, секунду. Миссия анализа и огромных возможностей. Человек с миссией 3, в отличие от всех нас остальных с другими миссиями, не сделает ни одного шага в объективной реальности, не проанализировав. Поэтому держаться людей с миссией 3 уже после 33 очень, конечно же, выгодно. Миссия 3, у нее мозг как работает. После 33 включается, он сразу чекает выгоду. И он не сдвинется с места, пока не поймет, что это для него выгодно. миссия 3, миссия анализа. Миссия 3 это как раз таки та история, где личная выгода и цели, например, которые ставятся, целенаправленные люди, она не, эго не становится выше. как бы, если ему даже не нравится человек, миссия 3, да, но есть определенная выгода из общения с ним, миссия 3 на легке это сделает. И это не будет для нее, к слову, для миссии 3 типа кривить душой. Миссия 3 не будет себя чувствовать гаденько после этого. это тоже отдельная интенсива, конечно, тема, потому что это ее природа. Она живет в своей природе. Миссия 3 эффективная миссия, все через анализ, умеет видеть выгоду. Один косяк, косяки есть у всех. Миссия 3 настолько, я таких знаю, видеть свою выгоду и удерживать ее может, что наступает какой-то момент, когда миссия 3 может собрать всех людей, показать им выгоду, достигает своей выгоды и всех нахер с пляжа. Остальных то есть может идти по головам. И здесь косяк лишь в чем, и от этого тоже и плохо не будет, и нет плохого, хорошего, сразу скажу, нет плохих и хороших людей. Те, кого миссия 3 собрала, грубо говоря, кинула, это карма тех людей. И цикей, у кого там проблемы и чувства вины, это ко мне, пожалуйста. Демонический смех. Миссия 3 значит, она сможет пойти по головам. Единственное, что потом новых дел, новых муток уже выгодны. С этими людьми, конечно же, она не построит. Ей перейдется все начинать с ноля. Миссия 3. Денег сможет взять 100%. В плюсе это выгода, умение видеть выгоду, анализ очень крутой. Все остальные миссии, ребята, мы не успеваем проанализировать. Вот отследите этот момент. Единственная миссия 3, которая прежде, чем все равно что-то ляпнуть или что-то сделать, мозг проанализировал. Все остальные нет. Пока, ну, если в программах живем, мы не успеваем. Мы сначала разрушимся и других разрушим, а потом уже можем постфактум анализировать. Но непорядочные, в кавычках непорядочные, это я объясню, почему непорядочные действия, в объективной реальности каждую уже на совершенном. Одна миссия 3, честно, ты видишь, так, это так себя ведет, это так себя ведет, но мне вот выгода вот это вот такая, это вот такая, значит, мы сейчас сначала там и пошел анализ. Сделаем то, то, то и со всеми будет нам хорошо. Миссия 3, ваша задача. Если вы хотите 100, 1200, а конечно вы хотите процентов богатства и жизни, начать, про это в пятницу все будет подробно, как эти рушатся программы ума и как их рушат самому, но пока что, хоть какая-то была сразу сейчас, польза, ответ на вопрос, начать показывать выгоду другим людям. Служить мы все в конечном итоге с вами пришли сюда служить. Мы с собой никакие миллионы, миллиарды не заберем. Пришли голенькие, уйдем голенькие. Единственная цель жизни на земле это развитие человеческого сознания, расширение его, понимание вообще законов мироустройства и как все работает на самом деле. И служение. И у каждого есть свое. И вот именно через служение, когда человек служит через свое предназначение, тогда он становится востребованным. А востребованность это когда не ты ищешь деньги клиентов, партнеров, людей, а они ищут тебя, потому что ты востребован вот в этой сфере. Миссия 3 тебе надо учиться выгоду не только для себя чекать, а полезен ты будешь другим не видеть. У других там свои чувства, эмоции, зацикленность и все там свои программы. А вот когда ты возьмешь семерочку за руку, посадишь там с миссией 7, по миссии 7 дойдем. Посадишь вместе с всем рядом и скажешь, подожди, стой, смотри, твоя выгода здесь будет вот такая, такая, такая. И если там чел прислушается и эту выгоду возьмет, он в следующий раз придет к тебе, приведет еще людей. востребованность на ту выгоду, которую вам творцом дана умение видеть, другим передавать. Миссия 4. Миссия передачи тайных знаний. Я полностью, например, нахожусь в своем предназначении. Ну, я 7,4, я вообще космос сплошной, тут людям, материалистам со мной может даже тяжко. Как и мне, с ними. И миссия 4 передачи тайных знаний. Я всегда, когда вещаю зумы или еще что-то, всегда в моменте мне начинают приходить возможности. Тайные истинные знания. Но, смотрите, миссия 4. Во-первых, это первый разрушитель браков. Миссия 4 кажется, самой два за плечами, миссия 4 кажется, когда она просыпается с утра, что все как-то нечестно, почему они никто ничего не делает, миссия 4 будет хотеть раздавать всем цели. Если рядом с вами миссия 4, прочекайте, понаблюдайте, миссия 4 будет постоянно что-то накидывать. Так, давай ты это сделаешь, давай ты это, четверка цели на 30%. Миссия 4 будет раздавать всем целей, но это мистически, она же своей субъективной реальности их раздает, поэтому денег за то, что на цели людям раздает миссия 4, вам не придет, вам придет только разрушение духовной коммуникации, потому что уже задолбала миссия 4, навешивать мне то, что мне не надо делать, образно говоря, поэтому миссия 4, язык как лезвие, тадам, знаете об этом, чувствуете, миссия 4, думает, что она говорит правду, и будет как как революционер, эту правду отстаивать, до потери прямо, ну так же, ну надо же, и мозг разрушается, ледокол в голове, в смысле, в смысле он так поступил, когда вот честно было бы так, ну это каждый в своей программе ума уверен, что он прав на 100%, это иллюзия у всех у нас с вами, потому что жизнь такая, какая она есть, все, безоценочно, а мы начинаем оценивать и поступать странным образом, миссия 4 раздает цели, миссия 4 это управление из тени, это там одному, второму там раздал, все, пускай иду делать, либо сама в суете, миссия 4 кучу всего пообещать может, потому что она реально в это верит, что она все это сделает, а потом только там разошлись с человеком, у нее уже новая задача, но при этом к плюсе это креативность, это сфера 7 миссия 4 это гениальность, цифра 7 это все гениальность, идея из законов мироздания, приходящих в год, но это плюс, а в основном миссия 4 будет минусовать, потому что мир несовершенен, мир не честен, никто не кругом ничего не делает, я одна, я устала, вот, миссия 4, денег может взять от 100% вложенных усилий 2,5%, 2,5%, я как бы помню, как Сергей Теплых говорит, мой наставник, он рассказал, он восьмерка, представляете, восьмерки чекают деньги, а у него 8,4, тоже как тут у девочки, да, что спрашивала, 8,4, и он вот голова, деньги, бабки, все, знаю, как монетизировать, а после 33, миссия 4, после 4, я когда наслаждается отдавать, и я уже говорила в начале, миссия 4 все время отдает, отдает, он не понимал, тоже, конфликт сознания был, какого фига, я зарабатываю, я стремлюсь, а тут одному раздал, второму раздал, что-то бесплатно подарил, интенсивы какие-то пораздал, я тоже всем кучу всего даю бесплатно, а потом, когда увидел, что 2,5 процента денег, восьмерка, от 100 усилий процентов, ну, он просил даже учителя, шуткой, Жаната Кожемжарова, который вещал всю историю, ну, хотя бы запятую перед минутой, 25 оставьте, нет, девочки, мальчики, 2,5 процента, именно потому, что все раздаем, и именно потому, что миссия 4, хроническая, недовлетворенность жизнью, просыпаешься, и все не так, перфекционизм вот этот дурацкий включается, все не так, все, все как-то, ну, недостаточно хорошо, что ли, и каждый раз, вот, кажется, что надо все менять, надо зачем-то бежать, надо что-то делать, и получается выгорание, слив энергии, и нет сил на заработок денег, поэтому миссия 2, всегда говорю, надо идти в Сюцай, ой, миссия 4, миссия 4, подсвета это тайные и истинные знания, законов мироздания, что значит тайные знания, законов мироздания, то, что не, ну, другим людям неизвестно, а миссия 4 будет правду матку резать, как ей кажется, но это не истинные знания, это же в субъективной реальности, в голове, за это получать от вселенной по морде, в виде отъема доз, пространство лишает нас доз, когда мы начинаем совершать неправильные, неадекватные действия, то есть не соответствующие жизни, деньги, отношения, здоровье, доза, вот, поэтому миссия 4, держать язык за зубами, помнить про то, что это божественная миссия, которая должна передавать людям тайные знания, это хорошие ораторы, это люди, которые видят суть, креативно умеют подавать, подачи всегда классно, миссия 4, поэтому надо вот людям законным мирозданием вещать, а не свою правду массу, язык как лезвие, убираем, и чтобы 2,5% превратить в 100,000, необходимо наладить такие потоки финансов, что все равно мы будем отдавать, все равно, ребят, как бы мы ни жили, невозможно жить все время в объективной реальности, и все равно наши миссии, они будут нас вести где-то допроявляться, вот миссия 4 все равно будет отдавать, я уже смирилась, но я понимаю, что мне необходимо подключиться было к потоку изобилия, чтобы потоки эти вот просто проходили, столько было источников, столько было различных каналов, что даже когда я отдаю, а люди берут, и это яйцуке, это я в служении нахожусь, что мне приходит все равно, отдаю, приходит, отдаю, приходит, ну и слава богу, семерка пришла брать, поэтому еще семерка осталась. Угу. Миссия 5 называется миссия борьбы. На самом деле, люди с миссией 5, 30% пятерки, да, это люди, которые хотят все размножать, хотят масштабировать, хотят коммуницировать, это миссия высокой коммуникации. Так что, как будто зависает, я дальше стою нормально, ближе подхожу, начну глючить. Люди высокой коммуникации, люди, которые очень классно, естественно, будут вести любой бизнес и будут его сразу масштабировать. Им недостаточно одного проекта. Единственное, что это самые из всех девяти миссий, миссия 5, ребята, это самые ярые моралисты. Миссия 5, обратите внимание, либо на родных, либо сами, у кого миссия 5, всегда первое слово нет. Ну, или импульс изнутри. Сначала нет. Постоянная борьба. В миссии 5 сфера 9. Потом пропишем сферу отдельно. А 9 – это Марс, а Марс – это война. И миссия 5 будет всегда казаться что-то неправильным, естественно, и нелогичным. И поэтому, если другие миссии, они, там, миссия 3, она анализирует и действует вообще супер. Другие миссии, эго не согласна, всё, пошли сразу уже проявляться. Миссия 5, даже на проявление своей индивидуальности времени остается. Сразу борьба неправильна. И слив энергии колоссальный. От 100% денег, от 100% результатов усилий труда, вложенных во что-то, миссия 5 сможет сохранить, я не при делах, это наука, минус 1%. Всё, что было, и чуть-чуть ещё даже больше теряет. Минус 1%. Именно потому, что необходимо начать отслеживать. Понятно, что одна наша с вами один эфир вашу жизнь не изменит. Понятно, что нужно идти сейчас в усиленную работу каждому над собой и идти в программу. Если, предположим, я сейчас не продаю, у меня с этим проблем нету, но к сведению просто для понимания, что у меня двухмесячный кочник стоит 2,5 тысячи долларов, и люди идут, и никто ещё не победил. Потому что человек вкладывается в развитие своего сознания. И когда вы вкладываетесь в развитии своего сознания, на хлебушек с икоркой всё равно всегда остаётся, обратите внимание, а потом и брос. Потому что сначала сознание, а потом всё остальное. Вот миссия 5, конечно же, в первую очередь необходимо начать отслеживать. мы-то этого не замечаем, мы же всю жизнь живём в своих программах. Как семёрки, например, там не хотят замечать свою агрессию, не признают, потому что мы живём, живём, вот эти энергии всю жизнь у нас протекают, и поэтому, конечно же, сейчас будет эго у всех тут у вас сопротивляться от того, что слышите, особенно от процентов. миссия 5, миссия борьбы, всё, так и называется, постоянно неправильно, постоянно внутри вот это вот страдание, нелогично, много проектов начинают, хотят коммуницировать, хотят масштабировать, чуть-чуть что-то пошло-пошло, а мы же не на горе, не на западном склоне к горы Килиманджаро строим свои бизнесы. Кругом же общество, с такими же кирпичами во лбу и с такими же неадекватными действиями, поэтому миссия 5 будет всё время разрушаться, неправильно, нелогично, всё, ушла, обиделась, энергия обиды тоже на 30%. Вот, поэтому миссия 5, тоже как один из лайфхаков вам пока что, до пятницы более точной информации, проследите за процентным соотношением в вашей жизни между говорю и делаю и начните делать. Это реально так работает, и это опять же, вы прекрасны, вы все лучезарны, вы все замечательны, замечательные, могущественные, творческие, личности и люди, каждый, неважно, какое число создания, какое число миссий. Всё нормально, задача просто, ну, понять сейчас, что просто слив энергии у каждого свой, вот оно, эго не хочет, нам счастья, потому что эго хочет просто, чтобы мы сидели, как бы, в своих программах ума, потому что мы привыкли, мы всю жизнь в них сидим, и это зона, весь комфорта. Для каждого. Для миссии один, там, стучать по столу, требовать, всё равно, это зона комфорта, всё, ну, это во мне течёт, всё, вот мне так комфортно, это же эго. И не хорошо, не плохо, эго хочет нас сохранить. Не было бы эго, мы бы сдохли уже все давно, потому что душе пофигу, для неё смерть не страшна, для неё нет никаких страхов, ей всё, что она не проживает, это просто опыт. Задача эго, нас здесь удерживать в 3D-плотности и погружать нас в комфорт. Поэтому очень серьёзная работа над собой, кому-то, возможно, предстоит, кто кого откликается и захочет. Вот, чтобы из минус 1% миссии 5 превратить в 100, для начала, для начала начните понимать, что у вас идёт большой слив энергии на говорение, либо внутри себя, там, сами с собой, там, на вот эти переживания, что неправильно, нелогично, либо на борьбу внешнюю со всеми, на доказания чему-то, кому-то чего-то. И, соответственно, просто, когда хочется постучать по столу, идём и делать. И фильм номер 1 для миссии 5, это всегда говори да. Но это раскрытое сердце. Миссия 6. Покажите, что же миссия 6, кто тут у нас есть. Божественная миссия. Миссия творчества. Миссия 6. Помните, шестёрочек любит Бог не понаслышке и не просто на словах. также на 30% и миссию 6. Поэтому денег, миссия 6, вот 100% затраченных усилий, может взять 100%. Миссия 3, миссия 6, и, к слову, ещё забежим наперёд, миссия 8. Слушаю вас. Окей. Выключаем микрофон. Миссия 6 может взять денег. Выключите микрофон, пожалуйста. 100%. Но только когда в плюсик. Миссия комфорта, миссия божественная. Люди с миссией 6 после 33, как правило, начинают очень ценить. У меня девочка есть одна 1,6. Боже, она, сколько раз с ней не поговоришь, она всё время так вкусно рассказывает, как она пьёт кофе по утрам, как для неё важна, чтобы чашечка была тёплая, как там эта пенка должна лежать. И ни дно, ни дай, сука, бог, кто-нибудь ей сделает кофе не так. Всё, для неё уже это некомфортно. Для неё уже это сразу не кайфово. И миссия 6 проявляется. Как правило, это тоже всплески эмоций, даже если человек там ем по эмоциям, если даже 8,6, вроде в голове там понимает, эмоции там держит, умеет держать в себе. Но в действиях бух и вспылил, бух взорвался, сразу же вспышка идёт. Миссия 6, она будет либо комфортно стелить для того, чтобы себе комфортно ладить, понимаешь, и нашим, и вашим, и сюсю, и мусю, а люди-то тоже это всё видят и чуют, и это тоже разрыв духовной коммуникации определённый. Либо мстить. И миссия 6 чаще всего мстит языком, лишает, как и шестёрочки, лишает комфорта человека общения со мной. Я вот такая вся кайфуша, я такая вся, там, с миссией 6 мудрая, мудрость, миссия 6, но тебе этого не дам. Всё. Ты мне комфортен. И поэтому миссия 6, конечно же, 100% может и не дать. В конечном итоге все люди сливают энергию в хлам, свою, на борьбу за свою мораль, за своё эго, и имеют то, что имеют. Бег по кругу, постоянный режим выживания, всё сквозь пальцы уходит, и так далее. Миссия 6, божественная миссия, миссия комфорта. Миссия 6 вам тоже лайфхак. Вы всё равно хотели, будьте хотеть комфорт, вы всё равно чуете, понимаете, что вам для этого надо, для комфорта, но жизни комфортно и вокруг люди со своими программами, они будут вечно ваш комфорт разрушать. Так вот, чтобы не сливать энергию, рекомендуется миссия 6 сначала создать комфорт всем другим, чтобы они улеглись в этом комфорте, и вам не мешали вашему комфорту. Вот служение, через что у миссии 6. Создала этому, этому, там этого спать положила, этого накормила, этого там в кабак отправила, мужа погулять или ещё что-то, и сама в ванну с лепестками росла. И никто не мешает. Миссия 7 есть у нас? Так, хотела вас быстрее освободить, не получается. Миссия 7! Так, ладно, окей. Можете не признаваться, но другим людям вас надо видеть. Миссия 7! Миссия трансформации, хаоса и кризиса. Не расстраивайтесь сразу, миссия 7! Так уж было запланировано вами самим, вашей душой, на это воплощение. Люди с миссией 7 неосознанно создают кризис и себе, и людям, другим. С какой целью? В этом и есть ваше служение. Создавая кризисы другим людям, люди, другие, начинают выходить из кризисов, включая что? всю свою ресурсность и начинают реализовываться, и начинают подниматься потом в мере выхода из кризиса, который вы им создаете, поднимать вибрации свои и развиваться и становиться лучше, ширше и так далее. Денег. Миссия 7! от 100% затраченных усилий и трудов может взять, и я-то знаю, не понаслышке, не бывший с миссией 7, минус 200%. То есть, как правило, теряют и то, что обрели, еще берут у кого-то и тоже теряют. Миссия 7! очень ответственная миссия, и легко, гениальным образом, гений на 30% тоже, можно делать x100, x1000, x1000 в день, на самом деле, как и каждый. Но если жить в неосознанности, то минус 200 будет всегда. Почему? Миссия 7! проявляется вставить свои 5 копеек. У миссии 7! создается, включается после 33 иллюзия, ну, хотите, принимайте, хотите, нет, это тоже сверху, как-то у вас на 30%, можете с этим не соглашаться, мне все равно, иллюзия, что я первый после Бога. Внутри энергия поднимается, и вот на этой энергии человек хочет что? Хочет всех просветить, всех обучить, хочет всех трансформировать, но самое непростое для миссии 7, что она же неосознанно, у нее, ах, я первый после Бога, сверхуверенные, хаотичные действия у самой включаются. Миссия 7, даже если это 3 в числе сознания, там, анализ у тройки в голове, даже если это там пятерка, правильные последовательные действия в голове, в действиях Херес 2 вам миссия 7 позволит поступить через анализ или через пятерку. Миссия 7 всегда будет вас подкидывать как неведомая сила и направлять без стратегии, без стратегии куда угодно, совершая, хаотичные, сверхуверенные действия и потом, конечно же, садиться на попу, разрушаться. И люди не любят миссию 7 почему-то, потому что создают люди миссии 7 другим кризисы. Барк решила там что-то, ляпнула, и ей кажется, она вот права. А это просто кризис человек осознался, и, конечно же, когда кризис внутри, такая себе история. Ну и семерочки так, собственно, живут. Миссия 7 завязана аж на деньгах. Минус 200, потому что без стратегии, без анализа идем по жизни. Миссия 7 Ваглайк фраг. Йога лечение всей жизни. Иначе будет минус 200. Но это у меня по живым кейсам известно мне даже, а не только по всю цель. Йога. Йога это не просто асаны на коврике. Йога это, в принципе, строжайшая дисциплина. Через дисциплину тела приходим к дисциплине ума. И вот когда мозг в дисциплине, когда вот это кто-то в голове твоей, ну это тоже ты, первый после Бога, не подкидывает тебя и не прет тебя на Кудыкины горы и там я сейчас изменю весь мир. И все время эта иллюзия в голове обязательно мне надо, я по-любому сюда пришел для чего-то большого. Вот это сидит в голове и заставляет человека совершать, создавать себе в первую очередь кризисы. От того, что без стратегии, без анализа. Йога дисциплина лечения всей жизни. Когда миссия 7 дисциплине, когда нельзя делать ни одного шага без стратегии. Любые мысли, что-то ляпнуть, кому-то что-то сказать, кого-то что-то научить или сорваться, там полететь, там открыть проект. Господи, скомменулся недавно один проект, чувак 7-7. Я сразу мне тут все вокруг. Да, пошли, что ты хотела? А он такой, а семерка с миссией 7 же может себя продать? Ну он такой классный, крутой, ну боже. Достаточно было глянуть на цифры 7-7. И личный год, мы же еще и годы личные считаем, если на личных разборах. Личный год 7 прямо сейчас. И на планете, к слову вам, 2023 год, это год 7 для всей планеты, тоже год хаоса, год кризиса, год разрушений. 24-й начинается год кармы. Сейчас в 24-м все еще прилетает отработочка. И хорошего, и плохого, но без кармы никуда. Карма будет отрабатываться у всех, чистится. И вот 7-7, все, проект, на который сошло столько у меня таких адекватных людей. Я так смотрела, ну я же никогда ничего не навязываю никому. Ну сразу было понятно 2-3 месяца. Через 2 месяца человек создал всем кризис. Как сверхэголист. То есть, конечно же, без стратегии открывался проект, конечно же, без подключения аналитического ума троек, креативного мышления четверок, маркетинга, MLM-компании и пирамидозов разных, различных в том числе, хорошие, которые, маркетинги, толковые, да, они пишутся на умах троек и четверок, к слову. Креативность и анализ, то есть, чтобы что-то было новаторское, реформаторское и через строгий-строгий анализ. Вот, а там 7-7. Стратегий нету, анализа нету, есть идея создать что-то большое и пофигу, если создам себе кризис, потому что это закостенелый сверхэгоист. Вот, миссия 7. Йога. Лечение всей жизни, дисциплина строгая. Тогда рождаются гениальные идеи. Миссия 8. на 30% как восьмерка. Миссия 8 тоже будет у вас отбирать материальный мир. Если приходит ваше пространство, отбирать в том случае, если в ее парадигме ума, в ее программе эго есть какое-то видение, что вы что-то делаете в этой жизни не так. Она всем кажется, что все вокруг делают не так, потому что мы живем в своих программах. Миссия 8 на самом деле 100% денег от 100% усилий. Почему? Называется миссия 8 миссия труда и безбрачия. Труда и безбрачия по какой причине? По той, что создается иллюзия как и у восьмерочек, как и у миссии 8 после 33 лет, что на работе я отдыхаю. И миссия 8 девочки с миссией 8 тоже часто по этому поводу страдают, что ей реально кажется, что она там, что ничего страшного в том нету, что я там беру работу домой или засиделась там допоздна на работе. То есть труд, труд, поэтому 100% денег. Потому что понятно, что когда человек трудится, бьет в одну точку, он что-то заработает. Сколько усилий вложу, столько заберу. Это мы уже там начинаем дальше плясать. Так, ребята, кто мне тут пишет? Личная консультация 204 доллара, если что. У меня идут, 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 сообщения. Ну ладно, сейчас по разборам еще сделаю что-то экспресс-разбором. Миссия 8. Конечно же, конечно же, необходимо, и ваше предназначение я вам озвучу через сферу, концентрироваться на том, что должно быть все в балансе. Это первое. Далее, миссия 8. Как решать себя духовной коммуникации с миром? Миссия 8 всегда будет выстраивать другим людям заборы, ограничения. Во сколько пришел, во сколько должен быть дома. Я тут с дитем не сидела, сидела целый день, вот пришел с работы над дитемкой ему в зубы. Должен работать тоже. Миссия 8 будет всегда говорить ты должен, ты обязан. А кому это понравится? А миссия 6 хочет кайфовать? Или миссия 5 хочет свободы? И будет считать, что неправильно, что так ее душат. А миссия 1 будет стучать по столу к миссии 8 и говорить хер из 2, вот ты должен не подчиняться, а не дать себе. Идет разрыв духовной коммуникации с миром. Вот, поэтому миссия 8 лайфхак какой? Хобби, 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 какое-то хобби, творчество, идеи какие-то реализовывать. И если уж и хочется поработать, то работать так, чтобы голова меньше отдыхала. Сюда же притягивается на 30% та история, что и восьмерочек. Ранние инсульты могут быть и вообще болезнь головы. Болезнь головы. Потому что мозг все время хочет держать все под контролем, выстраивать всем заборы. Кто что должен, кто не должен. Сама тружусь, все должны трудиться. Миссия 8 всегда расстраиваться. Какого фига? Люди знают, что вот здесь если поработать, то получится результат у людей. Они этого не делают. Спасение какое у всех миссий? Одно. Фокус внимания на себя. Попробуйте изменить себя и поймем, каковы шансы изменить кого-то другого. Десятилетиями люди меняются и не могут выйти из программы ума. Но если интуитивно меняются без знаний мироздания законов, вот, но денег возьмет сто процентов через труд. Но при этом безбрачие говорят про миссию 8 и умрет золотой лопатый в руке. То есть золотая лопата, но будет работать до последнего. Это пахарь, это трудоголики. Очень, ну, все миссии крутые, вы понимаете, у каждой миссии есть свои преимущества, как у числа сознания. Миссия 8 научь всех трудиться. Миссия 9 очень ответственная миссия называется миссия служения. Что интересно, миссия 9 денег может взять от 1 до 100 процентов. От 1 до 100. И помечайте сразу вам лайфхак миссия 9. Зависит от того, насколько в течение жизни вы научитесь, обретете не просто интеллектом, понимая, а на уровне импульса вот из сердца внутри, вот прям как такой, как паттерн поведения, делать добро и бросать его в воду. И ключи бросать в воду. То есть, миссия 9 это те люди, которые хотят всех догнать и причинить всем добро, всем помочь. поэтому это как бы под особой, скажем так, заботой, может быть, так назовем, у творца миссия 9, потому что человек с миссией 9 пришел сюда служить, как и девяточки. Человек с миссией 9 видит, мозг автоматически с 33 включается, ему пофигу, правда, семья, как правило, но он побежит помогать другим во внешнем мире. Планета Марс. Еще лайфхак, миссия 9. К несчастью или к сожалению, тут простите меня, там, если я вдруг нарушу чьи-то интересы, но раз я тут, значит, для чего-то, миссия 9 никогда нельзя рассчитывать на доход, где не нужно трудиться самому. То есть, халявы для миссии 9 не будет. Если на миссию 6 может свалиться что-то с неба по покровительству, там свыше, божественная миссия, что-то заслужили в предыдущих воплощениях. Миссии 9 халявы не будет, потому что сфера 8, а 8 это труд. Миссии 9 будут приходить деньги и в 100% в случаях, а не 1%, если она будет отдавать полный отчет и, ну, такую, как миссия 7, так и миссия 9 и другие, вот там, что вам в ваших миссиях не нравится, сами выбирали. Зато служим людям. Но надо понимать, что только когда ты включаешь свой трудовой ресурс, начинаешь работать, вот деньги тогда будут приходить. А вложиться на пассивчик и ждать, что будет капать, нет. На моих глазах человек потерял 200 тысяч долларов с миссией 9, причем 8-9, он 8-9, то есть он понимает, какие проекты вкладываться можно, какие нельзя, то есть чекать умеет, но все другие заработали и именно на нем там все закончилось. Все, так работает энергия, так будет. А в миссии 9 какая иллюзия, сфера 8 это бабки, это труд, это бабки, сфера давит, давит. И миссии 9 сколько бы она не заработала, и все время кажется мало, все время хочется денег. Поэтому миссия 9, как и девяточки, это идея, у меня есть идея, классный проект, пошлите вас всех за виду, я по кейсам говорю, по личным, кто был у меня вспоминает из миссии 9, пошлите вас всех за виду, обогащимся там все, понимаешь, но почему на самом деле миссия 9 думает, иллюзия, что она служит сейчас этим людям, на самом деле сфера 8 заставляет бабки, бабки, давай рубем бабки. а потом по законам мироздания сама-то не работает, если инвестиции, людей завела, кинулась, и люди прогорели, и сама потеряла, от 1 до 100%, ну 1% может что-то взяла. Так, миссия 9, значит, нужно еще фишка миссии 9, это очень ответственная миссия, люди выбравшие миссию 9, пришедшие сюда с миссией 9, мудрые души, как правило, зрелые души, с большим уже опытом воплощения 100%, потому что миссия непростая, во-первых, служение, во-вторых, через труд деньги даются, на халяву он будет, сами выбираем, а в-третьих, иллюзия ума, какая в миссии 9, миссия 9 всех догоняет, всем причиняет добро, потом разрушается, какие, сука, все неблагодарные, даже спасибо не сказали, и уходит в эмоциональное выгорание, либо в ярость, либо в паранойю, либо в наивность, отрицательные черты, но иллюзия в том, а вы проследите, понаблюдайте, и начните это отслеживать, примите, мозг все время пишет и записывает всех, кого вы сами догнали и причинили им добро, может, даже не просили, как правило, даже не просят, она просто видит, кому надо, и побежала выручать, могла бы отказать, могла бы приоритет расставить, могла бы проанализировать и понять, что у меня сегодня лучше с семьей и погодой, например, но побежали сами, по закону свободной воли, свободного выбора, в миростании, вы имеете право бежать сами, помогать, причинять добро, вот, но проблема в том, что мозг записал, этому помогла, этому помогла, этому помогла, и у нее работает справедливое противоречие, то есть, когда вдруг, потом, а это часто случается, миссия 9, нужна тоже помощь в ответ, она ведет к тем, кому она помогала, вполне себе, ну, как нам всем кажется в наших программах ума, справедливость, справедливой такой, не предъявая, а просьбой, миссия 10, всегда работает, я тебе, ты мне, я тебе, ты мне, а это иллюзия, особенно, если вас не просили помогать, и поэтому, человек, или не потому, что он какашка, он не сможет вам помочь, а у него своя жизнь, свои программы, своя карма, свой путь, и вам в жизнь будут приводить именно таких людей, для того, чтобы разрушать, вот эту иллюзию, кто как раз таки и не будет отвечать взаимностью, в помощь, жизнь дана для того, чтобы разрушать иллюзии наши, поэтому всегда будут приходить, до тех пор, пока не раскроются для вас, вот, например, эти знания, как сейчас, и вы не начнете это все отслеживать в своей жизни, нет, никакого ты мне, я тебе, если хочешь помогать, это твоя ответственность, в миссии 9, там ребячество немножко добавляется, потому что удивят чеку самих сознание, семимесячного ребенка, и кажется, что, ну, это что же эгоизм, кажется, я вот им помогла, они мне должны тоже, поэтому, ключ, лечение всей жизни для миссии 9, это научиться делать добро, бросая ключи в воду, напоминаю, с чего начинали сегодня, мы, люди, эго наши, линейное мышление хочет, вот тут вложил, и тут взять хочу, а это не работает, вот тут вкладывай, ты все равно будешь служить, миссия 9, тут вкладывай, тут вкладывай, но когда ты внутри отпускаешь, и понимаешь, отдаешь отчет, берешь ответственность, взрослую позицию включаешь, за свою жизнь, за свои действия, за свои поступки, на себя, человек в этом мире, нет никого, кроме тебя в твоем, то тебе начинает оттуда прилетать, оттуда прилетать, оттуда прилетать, ну и помнить, что прежде чем что-то получить, нужно поработать, потрудиться, бам, миссии все, капец, я долго вас все равно держу, но держитесь, держитесь, я с вами на ногах стою, теперь по сферам, каждой миссии привязана сфера, и я сейчас просто вскользь, пробегусь, а вы записываете, и помните, в сфере заложено наше предназначение, когда вы ходите, поднимаете кундалини, у вас связь с Творцом, вы медитируете, успокаиваете свой ум, напоминаю, медитация в подарок, за скриншоты, там, и выход у себя, у вас формируются новые нейронные связи, паттерны поведения начинают становиться с другими, вы подключаетесь к своей сфере, и вам начинают приходить идеи, люди, верные в ясную чистую голову из вашей сферы, из той самой сферы, благодаря которой вы и будете востребованы, люди будут готовы нести вам деньги, идти за советами, дарить вам подарки, за то, что вы оказываете из своей сферы. Миссия 1, я уже немножко говорила в начале, это сфера 1, сфера менеджмента и стратегий, людям с миссией 1, тут уже дальше чекайте сами, я не могу влезть вам под кожу и прожить за вас, конечно, вашу жизнь, поэтому вы уже сами должны понимать, и вы, единственное, что вы обратите внимание, что в течение жизни к вашей сфере вас вели, так или иначе, сейчас, может, вы уже в реализации, или где-то все время мы подходим близко к сфере нашей реализации, либо внутри всегда что-то там сидит, блин, вот надо было этим заняться, отклик, он есть всегда, когда человек начинает слышать свое сердце, он начинает и понимать, и выбирать правильные пути дороги, менеджменты и стратегии, то есть управление, руководство, справедливо, из плюса, когда в плюсе, то тогда идут баки, то, что это крутые руководители, и раздача людям стратегий, миссия 1, в виде стратегии, сразу, вот есть цель, ага, по какой стратегии идем, супер, и это сработает, и вот эту стратегию передаешь другим людям для их жизни, не для своей, как я говорила уже, там, пришло какое-то число сознания, там, миссии, там, другое, миссия 1, и говорит, я хочу, блин, хочу миллион долларов, Надя, все, Надя, быстро прочекала, все изучила, и дала мне, написала стратегию, я достигла миллиона долларов, и половину отдала Надю, все, миссия 1 заработала, так, миссия 2, сфера 3, 2 плюс 2, 4 плюс 1, 3, сфера 3, миссия 2, ваше предназначение, заложено, планета Юпитер, это гуру знаний, это тренер, наставник от Бога, 2, да, тренер, наставник от Бога, когда вы берете кого-то, начинаете прям, как тренер с ним работать, либо наставлять, передавать знания, обучать людей, это ваша стопроцентная реализация, миссия 3, 3 плюс 3, 6 минус 1, 5, да, сфера, педагогика коммуникации, вот в этой сфере, педагогика коммуникации, тоже на массы обучаем, если тренер, наставник от Бога, это уже там с кем-то там одни, то здесь прям на массы выходим, и обучаем, как учителя, и вступаем в коммуникации со всеми, не тет-а-тет, а коммуникации, миссия 4, 4 плюс 4, 8 минус 1, 7, сфера 7, то есть я семерка с миссией 4, сфера 7, очень много кризисов прошла сама и людям создавала, миссия 4, сфера 7, это дисциплина, так, это, так, подожди, сфера 7, да, это законы мироздания, 7, законы мироздания, это дисциплина, это нужно изучать законы мироздания, и тогда, когда вы в плюсе миссия 4, вам автоматически, то есть, ну, я очень многого могу не чекать, я когда, например, как миссия 4, со сферы 7, я когда захожу в поток и начинаю что-то вещать, мне в потоке прямо там, чаще всего, это, конечно, на обучающих уже программах полноценных, мне начинает просто вопрос задали, у меня паза сложился, и он выдается, я не знаю откуда, я это нигде не читала, но все срастается прямо вот тютелька в тютельку, ну, ответ на вопрос, а потом начинаешь, да, я даже проверяла, а потом начинаешь искать информацию, и понимаешь, что да, то есть, со сферы начинает идти поток знаний, когда строжайшая дисциплина, поэтому изучаем законы мироздания, учимся потихонечку подключаться к сфере, когда миссия 4 подключена к сфере, тогда вот не 2,5%, а 100, и больше идут, миссия 5, 5 плюс 5, 10 минус 1, 9, сфера служения людям, миссия 5 сама по себе хочет бороться, из-за того, что сфера 9, Марс, а предназначение ваше не в борьбе, а вместо того, чтобы доказать, правильно, неправильно, логично, или нелогично, начинать им служить, вот в прямом смысле, как только чувствуешь, у меня так парень один был, с женой там проблемы, конфликты в отношении, и он очень даже, значит, перестал вступать с ней в мораль какую-то свою, перестал ей бороться с ней за свою правильность, свою там логику, и все время, там был период весенний, я пошел, пишет мне, пошел огород покопал, жизнь этого не делал, там бизнес о чем занимается, то есть, переключаться на служение людям, то есть, вместо того, чтобы пилить ей мозг, он пошел, скопал ей грядки, и ему поприлетел, прилетел контракт там какой-то хороший, то есть, вам не обязательно идти там в сферу, там, официантка миссии, миссии 5 работать, потому что служим людям, не обязательно, вы просто должны свою борьбу переводить в служение, наоборот, этому человеку, ну ты ж, сука, так тяжело, это же вопреки своему эго идти, у меня кочинговая программа называется вопреки, а по-другому никак, только вопреки своему эго, миссия 6, 6 плюс 6, 12 плюс 1, 2, сфера 2, то есть, ваше предназначение, миссия 6, психология отношений, в этой сфере, миссия 7, сфера 4, что 4, сфера 7, что 7, 4, один фиг, законы мироздания, через дисциплину подключаетесь к планете, что кету, что раху, 7 и 4, это мистические планеты, и мистическим образом, оттуда в потоке, вам начинают приходить, истинные стратегии для миссии 7, по которым ей нужно в жизни идти, миссия 8, 8 плюс 16, сфера 6, творчество, помните, я говорила миссия 8 про хобби, ваши большие деньги, и ваша востребованность, как ни странно, миссия 8 может сопротивляться, там же фокус на бабки и на труб, к творчестве, поэтому миссия 8 все время хобби какие-то, а потом эти хобби, они начинают продавать за большие деньги, потому что миссия 8 умеет монетизировать, творчество, ищем, чем заняться, кто не занимается, и миссия 9, сфера 8, я уже говорила, в минусе будет давить эта сфера, что бабки надо, надо бабки, или надо трудиться, трудиться, и загнать себя вообще в хлам, предназначение, труд, ну, это та история, труд производственники, миссия 9, хорошо работать на производстве где-то, или, ну, просто начинать что-то производить, хотите служить людям, служите через, производя для них, какие-то продукты, услуги, товары, и так далее, прям трудиться, у меня миссия 9, тортики печет, огромные чеки делает, другая миссия, вы тоже печет те же тортики, по тем же рецептам чеки меньше, производить, так, все, мои дорогие, есть еще силы на разборы, экспресс-разборы, личные, 3-5, зависит от времени, или расходимся, у меня еще, у меня в 11-й следующий созло, голос у меня, как ни странно, не сел, поэтому я еще на ногах, нормально, вы как? А можно еще такой вопрос задать, вот вы характеристики, говорите, миссия, ну, то есть миссия, с такой-то характеристикой, а можно эти же характеристики отнести к числу сознания, вот той или иной цифры? Я же говорила, Жанночка, да, Жанна говорит, я говорила, то есть миссия, это говорит о чем число миссий, это говорит о том, что вас, после 33-х лет поднимаются 30% тех энергий, которые есть в числе сознания вашей миссии. Нет, 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 я имею в виду, что вот смотрите, вот я тоже четверка, да, как, ну, и вы, да, например, но говорит ли о том, что вот вы говорите, четверка, миссия, это вот то-то, 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 а есть человек с сознанием 4, он может вот эти характеристики, что вы называете, для миссии 4, к себе отнести, он человек сознания 4. Конечно, сознание, оно первично, то есть я, когда вдруг не понимаю, что я не так сделала, где-то сикнула, все есть опыт, да, мне просто интересно, например, разобраться, там, что-то не так сделала, я сразу там звоню четверочкам своим, рассказываю поступок, а четверочка всю жизнь живет в этой энергии, то есть в ней даже больше, то есть все равно первично у нас число сознания, ребят, это в пятницу подробно будет прям расклад, да, вынос мозга, но первично всегда число сознания, потому что, когда сначала мы не соглашаемся с реальностью в голове, и как правило, когда идет несогласие в голове, вот тогда мы начинаем уже через минусовые реакции миссии проявляться во внешнем мире, поэтому вот если вопрос 4, можно ли миссию 4 соотнести с числом сознания 4, я бы поменяла их местами, число сознания 4, это стопроцентная четверка, миссия 4, это 30% от нее, когда не понимаешь своих действий, своих поступков, общаешься, идешь, общаешься с ЧС 4, и наблюдаешь, и зеркалишь, и глядя по тому, как они живут, как они себя ведут, понимаешь, что точно, я вот здесь так же поступила. Мое время... Наташа, еще можно такой вопрос, совместимость, как-то влияет на, вот в работе, или там в супружеской, как бы жизни, ну, как-то, как-то есть вот такие, ну, показатели, как статистика? Ну, смотрите, огромные интенсивы по теме отношений через СССР, конечно, проходят, очень серьезные, но у нас, по крайней мере, я за это, я вообще противник, объяснять людям, кто кому подходит, кто кому не подходит. Ни один человек в нашу жизнь не приходит случайно. Ни один. И даже если там, конечно, можно понаблюдать, но, как правило, например, вот 7 и 4 считается идеально подходящей друг другу энергией, да? У меня партнера противоположного пола четверки ни разу не было, хотя мы типа совместимы, но если ко мне, например, придет партнер четверка, ну, если про совместимость говорить, я понимаю, что никакого роста и развития не будет, почему? Потому что, ну, это зона комфорта, совместились и вечный рай, а жизнь, это же движение, а двигаться мы начинаем в каком случае? Когда петух начинает в жареный клевать, а петух в жареный клюет, когда как раз-таки наоборот, поэтому очень часто замечаю, например, наоборот, противоположные энергии, и это хорошо, но люди просто, не зная этих данностей, конечно же, они не могут ужиться, то у меня 5-7, пятерка был, логика, правильность, последовательность действий, коммуникация, семерка, хаос, хаос там, трансформации, в другом своем измерении, каком-то летаю, но это же не говорит о том, что со мной что-то не так, у меня своя природа, у него своя природа, но он все время разрушался, хотя на самом деле, несовместимые, казалось бы, энергии в жизни для кармического урока притянулись друг к другу для того, чтобы в его реальности разрушилась иллюзия, что в жизни все должно быть правильно, в семерке, кто если не семь разрушит иллюзию пятерки эту, потому что семерка вообще неправильная для пятерок, а в моей реальности я должна была усилиться, отзеркаливая его правильные последовательные действия, немножечко навести порядок в своем хаосе, в своей природе, и тогда это усиление, то и поэтому не существует, подходит, не подходит, если человек есть в вашей жизни, в вашей реальности, надо просто посмотреть на цифры, и понять, ну не только на цифры, но в данном аспекте нашим с вами пока на цифры, хотя бы только смотрим, посмотреть на цифры и понять, где через что вы должны были усиливать друг друга. Сейчас в разборах можем это чуть-чуть подсвечу. Можно разбор? Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. На видео выйти или так можно голосом? Давай, на видео будет интересно, мне хоть кого-то из вас близко уйти. Ну, помимо тех уже, с кем общалась. Так, Димочка, давай сначала даты, потом запросы. 7 апреля 1988 год. 7, 0,4. У вас трансформация, или что у вас от семерки еще трансформацию? Так, сейчас. 0,7, 0,4, 1900 какой? 88. 88. Так, видно вам? Давайте ближе. Не видно, да? Видно, да-да? Да-да, видно. Это Дима. Дима, давай, чтобы я сейчас не терялась. Миссия какая? Так, миссия значит один будет? Один. О, конфликт сознания, да. Почему конфликт сознания? Потому что семерка пришла разрушить единицу. И получается, что подавляешь в себя свою стратегию, то есть в действиях стратегия вроде бы и просится, но природа семерки, сам же эту стратегию хочешь нарушить, да? Так, рисуй матрицу. Так, 7. О, 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 сейчас увидите. 1, 9, 8, 8. Офигеть. Дима, чем ты занимаешься? Ну, я сейчас наставничеством буду заниматься, то есть я как раз обучался, вот. И планирую. У тебя мэринг в стратегии, понял? Твоя фишка передавать именно, даже если наставничество, то через передачу людям стратегий для их успеха. Это, а вот, например, тот же Сютсай, это стратегия или нет, или что? Конечно, конечно. Я вам в пятницу каждому дам такую стратегию, что офигеть, конкретная стратегия действия, чтобы у вас были бабки, но это в пятницу. Так, смотрите, запрос есть, кстати? Или просто хочешь разбор? Ну, через что реализация самая наивысшая в плане денег получается, а потом все остальное, отношения, здоровье. Хорошо, по деньгам ты понял. Отношения, здоровье в рамках экспресс-разбора это не получится. Ну, Геннад, давайте по реализации именно. Максимальная реализация. В чем у меня? Смотри, то, что есть, начало из данных. Смотрите, что у нас есть у Димы, у тех, у кого цифра 4, у кого есть дать рождения. Довольно редкая цифра. Во-первых, у всех, у кого есть четверка в дате рождения, это говорит о том, что вас поддерживает и ведет ваш род на 7 поколений вниз. Понятно, что мы все работаем с родом, ну, большинство, я думаю, здесь уже сейчас, и обращаемся к роду, и род у всех нас поддержит. Но у людей, у которых четверка, с самого рождения, есть ощущение, что его ведут. Есть ориентация в пространстве. Не так, что, ой, туда схожу, туда схожу, и того, те знания возьму, те знания возьму, а потом не могу их воплотить, там, в чулан складываю. Четверка, миссия, у кого в дате рождения, они всегда понимают, куда им нужно идти, и для чего. Дальше. Смотри, начнем с плохого. Линия 1 и 9. У кого нету пятерки, у кого нет пятерки, пятерочка вот тут вот в центре должна стоять, ее нет. А есть 1 и 9, это линия эгоцентризма. Дим, на чем тебе работать? Что значит эгоцентризма? В центре своего эго. Эго твое 7-1. Вот оно, эго. И ты находишься в самом центре. Линия эгоцентризма, то есть нужно разрушать эго через дисциплину строгую, строгую дисциплину. Йога, ходьба, спорт по-любому, и там, ПП и все остальное. У кого есть линия эгоцентризма, говорит о том, что дальше других побыстрее пойдем. Неосознанно в голове горит лампочка. Когда вступаем в коммуникацию с другими людьми, мы хотим, чтобы нас поняли и нас услышали. У меня есть пятерка. У кого нет пятерки в дате рождения, вот у вас такая программа. Программа эгоцентризма. Вступай и заставляет подсознание, вот так вот идет, что я хочу, чтобы меня поняли, меня услышали. Это не совсем здоровая история, потому что другие тоже хотят, чтобы их поняли и их услышали. Поэтому пить... А! Кризисы! Подождите. Божечки, а что это такое? А чего она упала? А кто знает? У кого доска? Что делать? Люди. Дима, как вы тени истребили? Скажи мне. Я с такими двумками не работала. Дима, это твоя энергия пошла. Там нет, две семерки зашли. Так, она вообще упала. Ну-ка, кто тут, какие цифры могут нам помочь? Девятки? Да, вроде видно. Видно? Внимание видно. Горяха. Подожди, дай посмотрю, видно? Я вижу. Придется вот так. Так, ну все же, кто там знания хотел получить, можете уходить, у нас тут разборы только есть. Так, короче, всегда, когда ты вдруг будешь уходить в какие-то там разрушения, что не поняли, не услышали, важно понимать, это у тебя программа геоцентризма работает, и ты хотел, чтобы тебя поняли и услышали, в этот момент не обратил внимания на то, чего хотят другие. Это тело. Дальше, линия 1, 4, 7, у кого есть, называют, смотрите, что есть у нас у Димона. 1, 4, 7, линия, линия миллионера. Дальше смотри, 7, 8, 9, линия миллиардера. Дима, где твои миллиарды? Есть? Вот я и пришел за ними. Линия миллионера, 1, 4, 7, 7, 8, 9. Смотри, миллиарды придут только тогда, когда разрушится эго. 7, 8, 9, линия смерти эго. Сначала поднимаем энергию, то есть через спорт, потом усиленно трудимся, две восьмерки, и тогда приходят возможности. И линия миллионера, 1, это стратегию составляешь, по миссии 1, ну, к чему-то там, наставничество, например, или на сцениде шучиться. Все, составил стратегию, для чего? Потом четверка в первое идет, 4 это про отдать. Миллионы придут, когда сначала я отдаю, а 7 это брать, потом только возьмешь. Так, 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 ну, и пятерку нарабатывать надо через вот сюда, чтобы перекрыть линию, через каждый день знакомиться с новыми другими людьми. А вот вопрос, Вопрос, как принять свою единицу, миссию, вот именно, просто у меня вообще, как будто лидерских качеств, я не замечал за собой, хотя, мне больше вот семерка именно проявляться, вот я сейчас стал, типа, вот это вот, и я всегда, как это, как рокер, выступать, петь, вот мне это хотелось, через сознание, а вот миссия мне уже 35 лет, и я такой, какой, типа, я лидер, у меня друг, он больше мог бы быть лидером, но он это загнал, как бы там, в программах у тебя, вот, я такой думаю, как это принять, это именно лидер, или это стратег, я вот понять не могу, что такое миссия? Это стратег, которого есть от природы данность, управлять, управлять, координировать, раздавать задачи людям, собирать команду, то есть тебе, в любом случае, даже если это рок-звезда, то это коллектив, где ты главный, то есть тебе в любом случае, нужно выходить на главную сцену, семерка тебе твоя мешает, потому что семерка же перфекциониста, не чувствует материального мира, и кажется, что, типа, что я, вдруг я что-то сделаю не так, да, и поэтому, то есть, либо я делаю лучше всех, либо, ну его нафиг, а вдруг я ошибусь, и тогда не получу признание, нужно выходить и в желание признания получать, короче, смотрите, семерки, миссия семь, и у кого есть семерки в датах рождения, это в первую очередь, сейчас вот Дима молодец, что поднял этот вопрос, это польза для всех будет, и тем, у кого нету даже этих цифр, но, такой момент, как признание, кто, если не семь, вам расскажет про признание, хотят все равно все, правильно, а теперь вам тоже фишка такая, лайфхак, и тебе, Дим, на подумать, как семерки вообще капец, как важно, ты когда перестанешь дать признание, у тебя включатся единицы, и пойдут работать эти линии, что такое получить признание, признание же это что, я стою, надеюсь нормально видно, нормально, признание по факту, это что, это услышать от другого человека, похвалу, там, что, одобрение, да, 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 то есть, но это всегда от другого человека, то есть, по факту, мы хотим взять, когда ищем признание, энергию другого человека, понимаешь, то есть, это энергетический вампиризм, понял, ну да, мы с женой это уже проходили, и вот сейчас я как раз это все, все в себе, ну, отслеживаю, и вот это как раз тишина ума, как ты говорила, вот полная этот, как ты сказал, счастливая тишина ума, или что-то ты там говорила, вот это я долгое время, да, что-то такое, и еще последний вопрос, вот, то есть, мне нужно работать именно с группой людей, просто, мне нравится индивидуальная работа, или мне нужно именно на большую аудиторию работать, или с группами, вот как ты говорила, Дим, это семерки твои нравятся индивидуальная работа, это эго семерка, эго, тебе надо вообще задача творца, запиши, безусловно, любовь ко всем людям, чем к большей аудитории ты выйдешь, тем лучше ты в себе этот скилл прокачаешь, у тебя много агрессии внутри, поэтому тебе, тебе индивидуально, и кажется, что лучше я там один на один с кем-то, так типа безопаснее для того человека даже, а когда открываешь сердце, задача творца, безусловно, любовь к людям, еще семерки задача творца, заниматься сексуальными утехами, потому что семерка блокирует в себе, замечаешь, что после этой истории, после этой истории, голова становится яснее, и хочется трудиться, и ум спокойнее становится, замечал? Ну да, 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 я так напомню, утехами имеется в виду, что, ну, с женой, а не то, что там сидишь сам с собой, и утешаешься. Ну, конечно, конечно, это же энергообмен, в первую очередь, наполнение. Я понял, просто когда в ссоре, типа, ты же не можешь этим заниматься, и вот тут этот, надо, получается, свое эго, грубо говоря, это разрушить, чтобы, ну, вот это, войти в коннект с женой, вернуть вот эти сексуальные утехи. Да, 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 это первое, и тогда раскрывается сердце, у семерочек, именно у семерочек. Мы блокируем себя. Вопрос, вот смотри, мы сейчас с тобой один на один говорим, и вот меня всегда смущало, когда с группой работаешь, например, онлайн, получается, другие ждут, вот, и почему мне нравится именно индивидуальная работа, вот из-за этой мысли, что, например, на публике, там вроде ты всех видишь, а тут, как бы, все равно вектор внимания, ты можешь один на один работать с человеком, даже в группе, всегда идет коммуникация, все не могут одновременно говорить, и вот у меня такая вот программа, типа, либо ты вещаешь, как бы, всем, и все слушают, но, видимо, в онлайн работе, ты этого не чувствуешь, вот мы сейчас с тобой общаемся, и вроде бы, как бы, кажется, что другие ждут, что-то простаивают, может, это просто программа, какая-то установка. Конечно, установка, да вообще у нас у всех установка, из-за того, что мы думаем про других. Кому надо, те ждут, кому не надо, те свободны, мы не несем ответственности за действия и поступки других людей, поэтому расслабься. Вот, короче, менеджмент, стратегия, безусловно, любовь к людям, это задача творца. Всем другим цифрам, или сейчас в разборах, или в пятницу, задачу творца озвучу, задача творца, это самое первое, что надо делать. И что вы понимали, задача творца, Дим, это не так, вот я сейчас услышал, безусловно, любовь к людям, и всё. У меня нету до сих пор ни одного дня, сейчас, Танечка, выключи микрофон пока, у меня нету до сих пор ни одного дня, чтобы я не делала хоть каких-то шагов в направлении своей задачи от творца. То есть, если у меня раскрыть сердце у семёрок и безусловная любовь к людям, то это какие-то мантры, это какие-то там книги, это какие-то спикеры, это садгуру, там, ну, образно, по настроению, по отклику, день начинать с этого, то есть, это серьёзная работа, каждому задача творца даётся очень сложно. Когда сердце расстроишь, у меня та же история, я каждый день что-то слушаю, то есть, вот это, ну. Ну, я про любовь, тебе конкретно про любовь, понимаешь? Вот я про это, да, про любовь к людям, потому что я прям чувствую вот это сверхэго своё, которое, оно у меня сильнее всего разрушается, особенно в семье, просто мы дрочим друг друга, можно сказать, в этом плане. У жены какая цифра? У неё шестёрочка как раз, по-моему, шесть. Вот видишь, она кармически к тебе пришла. Да, 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 я так и понял. То есть, вообще идеально в этом плане. Ладно, благодарю. В общем, мне очень нравится. Можно следующий? Камеру включишь, Таня? Да. Давай. Давай. 31, 12, 86. 4, 4. Видно? Нифига нет. 31, 12, 86. 31, 12, 84. Да, 4, 4. Сейчас пойдём быстрее. 31, 12, ого, 1986. Так, значит, первое, что, сейчас, смотри, Таня, да? Да. Танюша, смотри. Во-первых, 31, число рождения. Это число сознания 4, новая энергия всегда ведёт. Сначала я знаю, и потом я сама. То есть это тоже такая иллюзия, которая тебе часто мешает двигаться, блокирует, знаешь, на других, посмотри. Сначала я знаю, я сама. И погнали дальше. Четвёрка, понятно, не буду сейчас повторяться, суетологи, много целей, много задач, за всем бежать, но при этом креативненько что-то хочется. А где трудишься? Система? Я финансирую. Я финансирую. Да, с нами работаю. Ты сто процентов не на своём, конечно, пока что месте. Разрушаешься от этого? Но, да, я желаю по проектам работать самостоятельно, с какими клиентами работать. Четвёрок система убивает, уничтожает. Вообще нельзя четвёрком в системе работать. Далее, пошли по данностям. Три единицы, у кого три и более, это сильный эгоцентризм, это каждый раз я, я, я. Концентрация на себе не хорошо, не плохо, просто когда человек на себе замыкается, он не в состоянии здравооценить внешний мир, правильно? Когда он я, моё, мне, вот эта история, она мешает немножко. То есть каждый раз надо помнить, они сработали ли здесь, мои три единицы. Понимаешь ли, пошла потом вопреки, офигеешь, как жизнь начнёт меняться. Далее, алиния 1, 2, 3, у кого есть? 1, 2, 3, у тебя такой дар, дар от Бога, линия здоровья, человек может сам себя исцелять физически. То есть прям есть такие энергии, запускаются внутри, когда в плюсе, эти все линии работают, миллионеры, миллиардеры, здоровья, там ещё что-то, когда мы в плюсе, когда мы выходим в плюс, мы в приподнятом духе, тогда включаются эти линии. Линия 3, 6, 9, линия успешного завершения любых дел. Тоже, когда в плюсе человек в состоянии проанализировать, мудрость приходит, и тогда открываются возможности. Таня, фиговая программа, но она есть, просто 3, видишь наискосок линия, 3 и вниз наискосок, когда нету пятёрок, а просто троечка, есть в дате рождения, и наискосок пустая линия. Это линия склонности к зависти. Что значит склонность к зависти? Это не говорит о том, так, у кого-то микрофон включён ещё, это не говорит о том, что Таня плохой человек, завистливый с ней не дружит, ни в коем случае. Таня самый добрый, отдающий человеку креативный, как четвёрка с миссией 4. Это говорит о том, что в подсознании зашита такая козявка, которая, знаешь, автоматически мозг заставляет смотреть на других людей, видеть их результаты, мы не можем этого не видеть, а внутри идёт разрушение. Какого хера я такая умная, но до сих пор ещё не такая, например, успешная, как они? Самобичевание, программа просто ума, понимаешь, с тобой всё прекрасно, например, а мозг заставляет видеть результаты успеха других людей и разрушает тебя внутри твоего сознания. А ещё четвёрка с миссией 4 автоматически сразу улетаешь в неудовлетворённость, это чувствуешь, этим миром, понимаешь? И всё из-за этой программы. Важно понимать, это просто, ну, это иллюзия мозга. Тут энергию тебя есть, с одной стороны, это анализ, это знание, с одной стороны, как только заминусовало всё, не поддаваться. Поэтому, Тань, первое, что нужно делать, я уже об этом говорила, изучать законы позитивного мышления. С твоими цифрами, с твоими данностями, это тебе сразу в этот момент твоё эго перестаёт страдать. Даже если там, не знаю, красную таблетку, книгу пометить, почитать можешь. Я читала. Читала? Помогала она тебе? Что-то там? Да. Поверьте приходила? Но четвёрочки, да, красную таблетку, кто не читал в первую очередь. Законы позитивного мышления, любые, тоже каждый день. Как у семёрок, там, задача творца любовь, и каждый день что-то про любовь, про любовь, так у тебя про позитивное мышление. Вместо «но» научиться говорить «за то». Тоже помечаю для четвёрок. Вместо «но» — «за то». Что ещё тебе по твоей данности надо? А, это же самое сложное. Я вообще мало четвёрочек видела, кто всё-таки это сделал. Четвёрки либо бегут за всеми целями, суетятся и разрушаются, потом что не успевают, либо лежат уже, когда в отшельничество уходят. А нужно сесть. Что значит сесть? Это «за» анализ. Понимаешь, не успеваешь же проанализировать? Время начинает душить. Страх потери времени сильный. Да? Что не успею. Не то, не то, не то. То есть тебе необходимо? А? Нет, в принципе, с этим нормально всё. Нормально. Хорошо. Хорошо. Страх потери, ой, вернее, сесть за анализ. Это первое, с чего-то в законе позитивного мышления. и всё доставать из головы. Там 97% энергии в голове. Понимаешь? И, ну, голова постоянно работает. И это всё надо доставать из головы на блокнот и ручкой выписывать. Ведёшь ежедневники? Нет. Не видишь, тяжело. План дел, конечно, я пишу каждый день себе. План дел у меня есть. Нет. Вот садишься, 10 минут смотришь в окно и всё, что в голове, всё выписываешь. Вот прямо всё. А потом смотришь и понимаешь приоритеты. Начинаешь расставлять и понимаешь, что тебе действительно нужно, а что не нужно. И тогда эго перестаёт страдать. Когда эго перестаёт страдать, идёт подъём энергии. Включается линия достижения любых успехов и включается твой креатив и твои нестандартные подходы и принятие решений. Вот. Большие деньги в Суцае твои. Понятно. Но у меня вопрос был у личных. Про отношения. То есть как-то нет. Про отношения с нами. Ну и с положенным полом. Вообще с конкретным или просто? Просто. Ага. А конкретного нет. Ну а ты перфекционист. Что у тебя, Нюжика? Ни одного нормального нет, да? Нет достойных. Слушай, ну это интенсив отношения, как найти, понимаешь, как раскрыть себе, распаковать женственность, разбудить свою внутреннюю женщину, исцелить своего внутреннего ребёнка, потому что у нас у всех он страдает, поэтому у нас предъявы к противоположному полу. Но пока что перестать ждать от людей и перестать ожидать от них чего-то и понимать, что любой человек, особенно мужчину, противоположный пол. Что к мальчикам девочки, что к девочкам мальчики особенно, потому что через любовь, через эти отношения мы и трансформируемся, как правильно. Поэтому понимать, что все они идут к тебе не просто так. И свою, я знаю, не вставлять, с целью ему не раздавать, что вот я бы хотела, чтобы он делал так и так и так. Понимаешь, ты так хочешь? А наблюдать. Позиция души – это наблюдатель. Наблюдатель сейчас уже со знаниями науки святоцать, понимать, для чего человек с этими цифрами пришёл в твою жизнь, что он хочет тебе преподать. Может, это и полчаса встречи, свидание будет. Так на свидание же даже, наверное, не ходишь, не успеваешь. Ну, а почему? Нет. Ходишь на свидание. Хорошо. Молодец. Тут я больше особо ничего не отвечу. Здесь надо, понятно, что эти все женские круги, это вся история рабочая, если проводники хорошие. А так, ну, убрать перфекционизм и ожидания. Слив энергии идёт на ожидания от них, что они будут делать так, как ты хочешь. Да, хорошо, благодарю. А по поводу зависти, на самом деле, в детстве было такое, прям я вот тоже вспоминаю, что было. Но когда я стала участвовать как раз в позитивном мышлении, много минут по саморазвитию, это прошло. То есть сейчас я вообще никого не завидую, но единственное, начинаю себя самобичевать, что, блин, такие все классные, а я ещё что-то как-то не дотягиваю. То есть нет претензий к другим, нет зависти, мне просто хочется самой как-то вот дальше развивать. Какая линия так и работает, я же тебе объясняла. То есть это не то, что ты там всем завидуешь, это то, что ты видишь успехи других, обращаешь сильно повышенное внимание, и сравнивать автоматически начинаешь с собой, и сразу же недовольна с тобой. Нет любви к себе, а нет любви к себе, ну, тебе нечего дать этому миру. Понимаете? Мы можем дать в этот мир только то, что есть в нас. Это всех касается. У меня каждый первый без любви. А когда нет любви к себе, то, ну, что ты можешь миру дать? Окей, если мы не даём любовь, мы не наполнены ей, нам нечего дать миру. То, чего мы хотим от него взамен? Логично же? Ты как четвёрка знаешь, сначала отдаём, потом берём. Да, да, безусловно. То есть получается, вообще деньги у меня через отдавание должны приходить? Через анализ. Прежде чем отдать, у тебя эго будет заставлять тебя всё раздавать. Сначала проанализировать, а через, смотри, большие деньги придут, но только в одном случае через отдавание знаний. А четвёрка хочет раздать её и материальный мир в том числе. С миссией четыре. Понимаешь? Когда знания отдаёшь, вот это ты на своём месте. Когда ты передаёшь истинные, тайные знания, которые где-то прочекала, как я помню, начинала с раджи-йоги. Тяжёлая книга, мало кто её может поднять там и вообще потом пошла в это обучение. И вот раджи-йогу за то, как миссия четыре, за счёт ораторского мастерства какого-то или подачи, сама не знаю, ну дар такой у всех миссии четыре, видимо. Я начала эту раджи-йогу вещать, и мне пошли первые там серьёзные деньги. Потому что я начала передавать людям, в тебя это заложено, передача людям истинных знаний нормальным языком, понятным. Суцарь. Суцарь-Дубай. Будем тусить Дубай на Суцаре. Ну давайте, ребят, последний. Наталья, можно меня? Наталья, пожалуйста, 6-0-3-1953. А ещё кто-то там говорил одновременно, да? 0-6-0-3 говорила. А то все говорят. Ну вот, потому что последний. 0-6-0-3-1953. 0-6-0-3-1953. Миссия какая? А я не знаю. Нет, у меня, по-моему, шоссёрка. Нет, не знаю. Не знаю, точно не знаю. Это вы технику Суцарь, да, разбираете? Да, а вы? Круто, я тоже начала. Мне это очень интересно, кстати. Вот я, правда, опоздала, прошу прощения, но сразу поняла. Это очень интересно. Ребята, хоть и всем рекомендую для себя вообще разобрать это. Это в лес. Благодарю вас. А это кто сейчас выступил? Девочка, число сознания какое у вас? У меня четвёрка. А-а-а. Ну, я не знаю. Мне говорит или не говорит? Ну, по-моему, я говорю, она тебе мешает. Ты же записала. Так, последний сейчас разбор, на что-то бардак начался. Так, кто? Кто мне? 0-6-0-3, это кто? 0-6-0-3-1953. Офелия. Офелия Аскерова. Всё, всё, выключаем остальные микрофоны. Офелия, миссия 8. Вы не знаете про миссию 8? 6 плюс 3 – 9, плюс 10 – 19, плюс 5 – 24, 24 плюс 3 – 27. Неправильно, 9 миссия, да? А, я думаю, ребятка, честно говоря, девятка. Девятка. Всё, миссия 9. Сейчас рисую матрицу. 0-6-0-3-1953. Так, ну что, всё у вас тут хорошо? Линия коммуникации есть, линия успешного достижения есть, нет ни одной негативной программы. Шестёрку любит Бог. В чём затыки, Офелия? Что хотите уяснить? Дела не идут. Говорю, меня не слышат. В сетевом маркетинге проблема. Ага. В сетевом маркетинге. Так. А сильно партнер? Много встреч проходит? Что не поняла? Встреч? Ну, по мере возможностей. Фонит у Афелий, да? Вы же в эмоциях живёте, сгораете много. 6-9. Очень эмоциональный человек. Эмоционируйте чрезмерно. А вам надо, Офелия, помечайте, что пошли дела. Высыпаться, понятное дело. Сон. В первую очередь сон. И спускаться на уровень холодной деловой коммуникации. Понимаете? По деловому. Когда шестёрка, а вам же комфортный человек, некомфортный, дурак какой-то, ну или ещё что-то, эмоционируйтесь, да, через действия. Быстро поэтому и выгораетесь, слив эмоций идёт. Включать надо холодную деловую коммуникацию и правильную последовательность действий. А для этого градус эмоций держать при себе. Ещё сейчас, подожди, 9-3. 12-3-3-3. И анализ. Но анализ у вас две тройки в дате рождения. Анализируйте часто, много, хорошо анализируйте. Не мешает эмоции анализу. Офелия? А она куда-то вышла? Она не вышла, ей выключили микрофон, чтобы она не фонила. Пускай просто включили. Так, короче, шестёрочки, это вас всех касается, пока Офелия там подключится. Нет, нет, я подключилась, да. Вот. Что у вас с холодной деловой коммуникацией по жизни? Не хватает, да. Угу. Вот ваш ключик тут. Попробуйте включить правильное последовательное действие. Там, ну, я сейчас не буду проводить обучение, у вас, наверное, хватает по рекрутингу. Хотя рекрутинг через СЮЦА, если тут Илья или Даня, я могу, но, конечно, на небезвозмездной же основе. Рекрутинг через СЮЦА тоже очень рабочая тема. Конверсия один к одному. Угу. Понятно. Так, а вам холодной, то есть, правильный последовательный действие, выспались, правильные последовательные действия составили. Сейчас звоню этим, этим, этим. Понятно, что вам, таким прекрасным, осознанным людям, вообще, в принципе, никто не может отказать. вы звоните уже сразу, понимая, что человек уже у вас в команде. В смысле, ты не можешь? Подожди-ка, у меня к тебе деловой разговор. И все. И холодная, деловая коммуникация. А эмоции свои комфортно, некомфортно, держим при себе. Так. А так у вас все в порядке по цифрам. Но помните, что халявы не будет с миссией 9. Надо все равно проводить встречи самой и работать. Ну, это понятно. Да. А как хуже, кайфовать хочется. Спасибо. Давайте. Последний, последний разговор. Давайте меня, я так жду, жду, жду. 26 июля. О, 8 июля. Сейчас дадим 8 июля результат. 26.07. Ага. 1969. Миссия какая? Миссия четверка. 8-4. Я уже рассказывала про Сергея Теплых. 0-7. Жалко, вы не видите нарушение, что я рисую. 969. У-у-у-у. Так. Из всех восьмерок 26 число самое успешное. Но есть 8, 17 и 26. 26 самые успешные восьмерочки. Почему? Потому что в отличие сама по себе восьмерка это явных эмоций, это скрупулезные люди, такие, все у них по полочкам, все у них под контролем. 26 это два умения, умения, желания понимать, а 6 чувствовать. понимание и мудрость 2 и 6. Поэтому дата классная, конечно. 26 это прям кайфово. Далее. Семерка есть в дате рождения. Кстати, Дима тут был, я не сказала, но еще расскажу. У кого 7 в дате рождения, смотри, а еще же главное, вот кто тут достигает, тут вообще нормально еще людей не вижу. Тут уже 5 человек. Семерка в дате рождения, вот это все, что мы разрисовываем в этих крестиках нолика, смотрите, чтоб тоже не было путаницы ни у кого. Число сознания это форма мыслей, число миссии это наши поступки и наше говорение. А в циферке в дате рождения матрица, да, называется все это матрица. Это конкретные, звук лично заключая, это конкретные энергии просто внутри вас. Вот есть такие энергии, других не будет. Например, если у Димы нету цифры 3 в дате рождения, я бы мой денег не одалживала. Потому что нет анализа, предположим, потому что 3 это энергия анализа. То есть мы можем, ну если бы я не знала Диму, а там, например, я познакомилась, я знаю, что чел в течение своей жизни уже там скил этот прокачал, и он уже умеет анализировать, умеет стратегии выстраивать. Но если просто раскладка и цифры и нет тройки, предположим, говорит о том, что энергии внутри, такой, чтобы импульсом она запускалась, ее нет. И каждая цифра это конкретная энергия. Цифра 7 в дате рождения это кундалини, херачит неплохо. Это харизма, сексуальность, это тоже требование признания. Те, у кого есть циферка 7 в дате рождения, обязательно йога и спорт. Йога и спорт это первое, что я отвечаю. Далее, программа эгоцентризма сконцентрирована, 1,9, сконцентрирована в своем эго, а эго у тебя 8, 8, 4. То есть, это деньги, бабки, монетизация и контроль результатов материального мира и при этом по миссии 4 всем цели раздать, правду матку сказать и материальный мир, который зарабатывал, тоже раздать. Да? Есть такое? 8, 4. Так, и 6, 9, 6, 9, 2 шестерочки, это мудрость, это чувствование кальфуши, 2 девяточки, это ох, меч достать и голову с плеч, это ярость, это воинственность, вместе 6, 9, дают очень классную линию, она тоже на ней, 6, 9, у кого есть 6, и 6, и 9 дате рождения, это присутствуют такие энергии внутри сознания, что человек на самом деле всегда видит, что чем закончится. потом уже мы подключаем ум, начинаем анализировать, а если еще тройки в дате до рождения нету, то как-нибудь не так санализировать можно, и уже ум там нас дальше уведет. изначально эти энергии в вас есть, когда вы что-то видите, и уже пошли первые мысли, что это закончится так-то, так-то и так-то, вы правы, у кого есть 6, 9, у кого нету 6, 9, это иллюзия вашего ума, понятно? Понятно? Так, и какой был запрос у нас в 8-4? Запрос на самореализацию. В чем, чтобы вот путь такой прямо четкий был. На что держать, на что курс держать, так скажем. Мне все 4 года, мне уже, как говорится, нехватка времени было сказано про 8-4, я уже это четко чувствую, что времени может не хватить, поэтому хочется правильно идти. Нет ничего правильного, неправильного, все, что есть, это опыты, но в данном случае реализация через монетизацию истинных тайных знаний, это суксайз самый настоящий, ну, предположим, либо другие там, Таро, нумерология, ну, я не знаю, чем там нравится заниматься, вы как восьмерка сможете это монетизировать таким образом, чтобы денег было не 2,5%. Но передачи, хотите вы или не хотите, вас все равно будут вести к передаче, людям знаний. А где работаете? Чем занимаетесь? Я водитель автобуса. Ну, никогда не поздно выйти в свое предназначение, но это не ваше место, 100%. Я почему-то думала, что движение, это как раз вот то, что не сидение на одном месте, что быть в постоянной коммуникации. Ну, это потому что это иллюзия четверки, это миссия 4 накидывает вам иллюзию, что вам надо суету создавать в жизни. Предназначение, стопор, зуб даю красивый. У меня вообще это образование медицинское, я фельдшер, акушер. Смешно, да? Нет, почему? Нет, не смешно, это все опыты, вы хотели это прожить, но конкретный запрос, где ваша реализация, передача людям знаний, миссия 4, вас заставит это делать. Либо будем сопротивляться, и тогда пространство будет лишать нас денег, отношений и здоровья. если мы не будем в упор, вот сейчас вам эти знания пришли в вашу реальность, например, если брать всю цель. Вы же попали в этот чат, каким-то образом законнектились ребята со мною, я же попала к вам на эфир, вы же сейчас до самого конца на эфире находитесь, вы же попали на личный разбор. Это не я, это ваши высшие силы хранители вас ведут в ваше предназначение, в вашу реализацию. Необходимо начать найти то, чего там вам будет кайфово, ну, интересно, что вам действительно будет начать это изучать и погружаться в это. Деньги-то ваши. А восьмерка денег хочет. Да, всегда. Да. Ну, конечно, смотрите, еще от восьмерки, восьмерка, вам классно работать в недвижимости, очень классные агенты по недвижке восьмерки. Восьмерки всегда чуйка на бабки у шестера, классно вот в этих проектах, где вы сейчас работать. Но миссия 4, вы продолжаете работать все, ну, очень крутые, я уверена, что крутой комьюнити, я еще, правда, не покружалась. Никто еще не захотел меня зарекрутировать, кстати. Да, я это делаю с удовольствием. Я, кстати, не только сегодня здесь, да, я уже была и в группе в Телеграме, да, в твоей минуты, да, а то я как-то натыкаю, да, а ты не выпустишь. Я дуга не общаюсь, я со всеми наты. Вот, и поэтому я знаю, да, что я говорю, я уже и в группе была, я знаю, и Оксана, это мой партнер давнишний, да, вот про который говорили, и Эрна Кун, ты ее тоже знаешь, да, то есть вот с этой стороны меня ветром придуло. Даня, что ты хотела сказать? Ты тут, я удивилась, до сих пор еще тут. Да, конечно, тут в Мастерс, просто мы знаем, у нас система здесь построена таким образом, всех, кто сюда приходит, по-любому попадают в нашу команду, вот, понятное дело, что у нас спортерская этика, и просто не рекрутируйте, а потому что знаю, кто тебя привел, вот и все. Это так работает клуб Мастерс, здесь рекрутинг, без рекрутинга, люди сами интересуются, вот в чем его фишка. Я знаю, это очень ценно, я так просто, миссия 4 ляпнула. А миссия 4 подхватила. Наталья, можно было задать? Алло, все. Тамара Будникова, вам точно можно. Можно задать вопрос, потому что я пришла где-то на середине, вот, если я по сознанию знаю, у меня тройка, да, а вот по дате рождения, как правильно посчитать? Моя дата рождения 12.08.1953. Сумму посчитайте, кредитная сумма 29. Ну, двойка. Миссия 2, а честные на маленькие возможности. В записи посмотрим, что там там, Тамарочка. Угу. Надо выходить в масштаб. Пожалуйста. Так, 39. Даня. Пожалуйста. Что делаем? Это Вера. Не, я знаю, я сейчас у Даниэля спрашиваю. А в плане, что делаем? Ты тут главный, нет? Или я тут тоже? А что? Ты можешь командовать, можешь командовать. Ситуация сейчас очень непростая. Давайте Вере тоже считаем. Она очень хочет. Тихо. Хотят все 100%. 100%. Консультации 2,5 часа, 204 доллара. Плюс еще будут разборы, возможно, в пятницу. В пятницу быть максимально всем. Далее, все, те, кто хотят медитации, напоминаю, скриншот у себя в Инстаграм или в Телеф. Где-то меня, пожалуйста, пиарим. Я в платную медитацию, нейромедитацию, про которую люди пишут, что это разъед, развал и все остальное, дарю в подарок. Не забудьте, пожалуйста, не забудьте. помню. Мы все-таки делаем разбор тому, кому очень серьезная ситуация. Потом, сворачиваю на деликатный академатик. Спасибо. 9,09. Вера, Вера. Девятка нетерпеливая, потому что, ну, давай, 9,09. 0,9. 1,9,6,8. И число 6. И число 6. 9,6. Ну, у нас уже было и 6,9. Так, ну, подожди, сейчас 3,9, это фигово, конечно. Ну, блин, не фигово. 9,6,8. Так, эгоцентризм, линия, видишь, когда что закончится, но 3,9, это обнуление, постоянные эмоции. Да? Эмоции, именно в последнее время эмоций нет вообще. Ну, все, сгорело уже. Что случилось, рассказывай. Да ничего такого не случилось, я просто начинаю проект, его не довожу до конца, а сейчас уже как бы вышла на другой уровень. Я в другой стране, я выехала из Украины, я в другой стране с ребенком, и я здесь, у меня постоянно не хватает денег. я неплохой коуч, но я не умею себя позиционировать. Вот я сейчас проводила консультации бесплатные, бесплатные, бесплатные. У девчонок такие трансформации пошли, они просто, у них мир начал меняться, а я не могу за это брать денег, у меня не получается брать денег. Я не веду никакие соцсети, я не хочу выходить из, да, а меня все время высталкивают, выталкивают, выталкивают. Так. Ну, я еще не плохой массажист, я хорошо чувствую энергию. Я прямо на массажном столе, там человек стоит, говорит, слушаю, у меня такое ощущение, что с меня рюкзак с камнями свалился, вообще я другой человек. Так, Ниночка, да, Нина? Нина говорила сейчас. Вира, Вира. Это я, Вира. Вира, Вира, да? Так, Вира, смотри, хреново, что денег брать не можешь. Почему не можешь брать? Потому что по числу сознания помогатор, а по числу миссии комфортно, чтобы было всем. Хочешь. Девятка же хочет помогать, а миссия шесть комфортно стелит. Понимаешь? А мы сейчас, число сознания, число миссии, это как раз таки эго. Это эго твое хочет. Просто, ну, мы все, мы в пятницу с этого начнем нашу встречу. Мы все люди, все эгоисты и моралисты. Даже добрые четверочки, отдающие вечные девяточки, помогающие всем. Это тоже эго, это тоже твой эгоизм. Понимаешь? В то время, когда нужен анализ, девятка, девять, да, нету анализа в жизни, но про это подробнее еще в пятницу будет мега полезно. Я сегодня на лайте относительно пятницу будет очень полезная инфа каждому. Сейчас смотрю. О, все, поняла. Вера, задача творца. Взрослая позиция, ответственность за свою жизнь только на себя, двигать только свою идею, стать евнухом эмоций, надеюсь, записываешь. Да. Ага, стать евнухом по эмоциям через выброс адреналина. Это первое, что нужно начать делать. А где адреналин в течение жизни выкидывала, выбрасывала? Боишься чего-нибудь или нет? Да, я когда говорю о деньгах, у меня прям весь позвоночник так, я уже с этим работала, стягивается такой. Ну вот я вам пока приоткрою завесу, про что в пятницу буду говорить подробно. Смотрите, первое, что надо сделать в каждой цифре, каждый, это задача от Творца. Дальше уже идёт предназначение и всё такое. Как звучит формула для всех? Молодцы, кто остались, ценная информация. Для всех, кто находится в своём числе сознания, число сознания, просто берём шаг назад в предыдущую цифру. То есть, если я 7 в числе сознания, то помните, я всё время тут говорила там нам с Димой там любовь-любовь к людям, любовь-любовь, комфорт и секс. Шаг назад в шестёрку, потому что нужно делать. Это и есть первый шаг выхода из своей программы ума. То бишь, берём в миру Вира девятка, ей шаг назад в кого сделать надо? Восьмёрку. А кто такие восьмёрки? Это самодостаточные люди, евнухи по эмоциям, которые умеют выстраивать финансовые потоки свои и контролировать их. И восьмёрке нафиг никто не нужен для какой-то идеи своей, а девятка хочет топить со всеми за общую идею. Это эго твоё хочет. И как только, смотри, но при этом девятка, воин-победитель, воин-достигатор. Пришёл, увидел, победил же, пожить, это же в крови у тебя тоже эти энергии есть. Стало быть, если, как это делать, это коучин два месяца, пока просто скажу, вопреки тому, что хочет моё эго, Вира, а твоё эго хочет всем помочь, на себя понимаешь? И вот вопреки тому, что хочет твоё эго, это не ты такая добренькая, это эгоизм твой. Всем помогать, чтобы потом разрушаться, какие сука все неблагодарные. Так вот, вопреки твоему эго, ты делаешь шаг назад восьмёрку, то бишь, ты знаешь уже от меня, уемных эмоций для тебя это адреналин. Сходила там, не знаю, я не знаю, как у ребятки выплёскивают свой адреналин, это вам виднее, у каждого он свой, понимаешь, где-то фух, испугалась его, ты жук, бух, бах, фух, эмоции упали, и всё, голова становится пустой. И своя идея, своя стратегия топишь только за себя, и вот тогда твои помога, эти достигаторские качества воина-победителя включаются, и ты начинаешь идти к победе. Но чтобы дойти до любой победы, даже вот, например, в твоих коучах, кейсы есть, окей, людям классно сделал, я проходила это сама, я сгорела так, что мне было три месяца трансформации собственных, никуда не выходя. Давать, как миссия 4, всё бесплатно всем, извините, за мой французский, мы уже не настолько официально, мы уже вообще с вами сроднились, я не всё буду делать без вас. Да. Тебе на канал придём, мы с тобой там. Да, хорошо, шаг назад в восьмёрку, как в восьмёрке, вот что-то Даню вижу сейчас, тут и с ним поговорили, вот тоже я не случайно пришла в поле, Илья у вас двойка, Даня, восьмёрка, восьмёрке шаг назад, в семёрку надо, перестать видеть, а семёрка это про духовность, а семёрка это про чувствование, про вот это всё, что восьмёрка ернух по эмоциям, а ей надо наоборот, как бы перестать в людях видеть инструменты, видеть кошелёк и начать идти к душам людей, вот что собственно Даней тут тоже успешно и делает, и раньше делал, присутствует, растут, обычно восьмёрки не очень любят эту всю тему, а тут присутствует, так и тут девяточки, шаг назад в восьмёрку, ну и там все цифры, я в пятницу дам расклад, кто тут у меня был, четвёрочки, шаг назад в тройку, я говорила про, да, не про анализ, тройки это те, кто анализирует, прежде чем что-то делать, и выписывают, пишут, пишут, там шестёрки, шаг назад, я говорила, кто был у нас, это я уже забыла, шестёрочка, шаг назад в пятёрку, холодная, деловая коммуникация, и это сделать самое сложное, но это самый первый шаг, без которого прорыва в жизни не случится, шаг назад в предыдущую цифру, я себя, если мне нужен, в шестёрку, шаг назад, я специально окружаю себя шестёрками всё время, и смотрю в зеркалью, как люди здесь живут, как они любят себя, как они любят мир, так тебе, Вира, восьмёрочки, тянешься к восьмёрочкам, наблюдаешь, смотришь, и включаешь эту энергию в себе, тогда, ну и восемь это про бабки, понимаешь? Да, понимаю, спасибо. Ну, а у девяточек сознание семимесячного ребёночка, так, я поэтому всегда говорю, за девяток порву, агрессивная семёрка, то есть, много наивности, конечно, и это хорошо, умолитесь от дитя, ибо их и есть царствие небесное, то есть, так как умеют видеть, удивляться, радоваться жизни, эмоционировать девятки, тоже никто не умеет, больше, но вот это вот сознание семейного ребёнка и хочет, всем раздать, всё бесплатно, но деньги детям не игрушка, поэтому надо, надо, ну, через дисциплину тела, всегда через ходьбу, у тех становится ум яснее, тогда сделать шаг назад в предыдущих цифрах, тем проще, после ходьбы, когда голова ясная, у всех. Наталья, добрый день, можно ещё, да, разбор сделать, или уже всё? А какая цифра, семёртика? Да, 07-08-1959. А запрос какой? Запрос, это, ну, как бы, это реализация, именно добиться успеха, меня больше интересует бизнес. 07-08-1959. 07-08-1959. 07-08-1959. Миссия получилась тройка, что меня это сильно удивило. посчитали точно, да, 15, 25, 30, 30? несколько раз подсчитала, тройка, вы считаете. Самая эффективная миссия, анализируете много в жизни? Да, постоянно анализирую, пытаюсь понять себя, ну, не знаю, пока вот так, как есть. Ну, вам необходимо идти в коммуникацию, ваше предназначение как раз-таки в коммуникации. Я так понимаю, вы здесь в проектах, по проектам. Да, 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 конечно. Да. Так, значит, слив энергии на уровень числа сознания происходит, потому что с миссией 3 уже надо было быть миллиардером. Слив, тем более, тем более, у вас классная линия есть адекватной коммуникации. В отличие от большинства, вы умеете вступать, вступая в коммуникацию, у вас есть внутренний импульс и желание понять и услышать другого. Да, это есть. Да, ну, и, то есть у вас все козыри на руках. Линия 7, 8, 9 у вас в дате рождения, это линия миллиардера. Но линия миллиардера включится, когда произойдет трансформация эго, когда вопреки вы сможете разрушить программу ума, программу ума 7,3. Значит, мораль ваша какая? Если не признают, то начинаю включать жесткость, да? Жесткость миссия 3. Агрессия и жесткость. На нее сливается энергия. Ну, необходимо избавиться от, в первую очередь, вам. Необходимо избавиться от желания получать признание. Это очень тяжело для семерки. А для этого надо стать. Но это первое, что нужно сделать. Шаг назад в шестерку, это про любовь так-то к себе. А вы, когда мы, когда хотим получить признание от других, мы же почему его хотим получить от других, взять у других? Значит, у самих его нету. Понимаешь? Я только начинаю себя любить за 60 лет. Только-только приходит это ко мне. Принятие 100% себя целиком. Но это отдельная, да. Это отдельная, серьезная, кропотливая работа. Поэтому любовь к себе, любовь, там, внутренний ребенок должен быть исцелен, еще раз говорю. Женские энергии в семерках страдают. А воплощение-то женское, мягкое. Понимаешь? А тут 7-3, это жесткость. Это очень повышенная жесткость. Поэтому, значит, в коммуникацию необходимо идти по-любому, но через любовь. Открывать сердце и идти через любовь в коммуникацию с людьми. Йога, дисциплина, йога, спорт, ходьба. Есть в жизни это? Спорт начала заниматься, бегала все это время. Сейчас буду и ходить. Просто себя заставлю. Спасибо. Ну, все, пожалуй. Все, родные. Значит, слово медитация, скриншот с ссылкой либо на мой ТГ, либо на аккаунт. У меня сейчас ветер перемен. Я сейчас веду переговоры с семью инвесторами на развитие проекта. Проект, если позволите, расскажу вам, конечно же, без продаж, просто расскажу в пятницу в пятницу. Это то, чего на рынке еще нету вообще. Поэтому я подключаю инвесторов. По сути, буду открывать. Есть рынок твердый, есть рынок мягкий и есть еще один рынок, который будет рынком Натальи Эмир. И там как раз-таки про любовь к себе, про принятие своей тьмы, про доказательства всем человеку, в первую очередь, что тьмы, вот все, что тут негативное, про что я рассказываю, проявления ваши, это все есть цвет, потому что это все есть вы. И самое прикольное, что все деньги мира зарабатываются на темной энергии. Добрый день, я извиняюсь, я тоже наконец-таки решилась войти. Вот когда складываешь все цифры даты, получается 29. Это значит 2 плюс 9 получается 11 и еще 1 плюс 1 получается 2. Да, верно. 12 05 956. Можно что-то сказать обо мне? Нет, Румя, у нас уже подошел к концу семинар. Приходите на следующую встречу. А почему вы решаете? Я так сдала свои ученики, так и не получилось ничего. А сегодня просто мастерс не до вечера, ребят. Это не тот мастерс, который идет с 8 и до зари. От зари до зари. Это не тот мастерс. Наташа уже устала, как бы, если вы не понимаете, то 2 часа вещать, это очень-очень сложно, и поэтому давайте вы оставите свои вопросы. Во-первых, у Натальи есть личный контакт, она пришла сюда, поделилась своими знаниями, вы можете к ней выйти в личный контакт, получить у нее консультацию, по ее услугам, задать все интересующие вопросы, проработать все интересующие вам моменты. Как бы, тут есть 25-й кадр, потому что Наталья себя еще и как бы отрекламировала. Если она сейчас каждого разберет, то зачем тогда вообще ей сюда было приходить? Поэтому будьте любезны, пожалуйста, уважайте. очень много родственников и знакомых, а вы, этот Илья, тоже могли бы какое-то уважение проявить, хотя бы к моему возрасту. Ребят, ну вы понимаете, что она очень много энергии тратит на разбор. Зайдите в интернет, возьмите свою тройку и двойку. Уже все, уже вопрос. Тихо, 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 мужчины, Даниэль, я очень благодарю вас, прям очень реально, я прям почувствовала поддержку, да, плеча твердого. Это первое. Второе, действительно поздно выключились. А третье, программа, просто благодарим вас, что вы зашли, я только имя не заметила, да, кто спросил разбор последний. Потому что вот... Так она уже вышла, она же в обидах, она же уже вышла, ты что? Но это не в обидах, тройка. Да, ее уже просто, ее уже шкивнуло в другую сторону. Она уже считает, что я уже не уважаю ее возраст. Я должен был уважать ее возраст. Интересно, она уважает то, что человек два часа вещает, уже устал, и она дальше спрашивает. Давайте будем до вечера у Наташи спрашивать разборы, пожалуйста. Наташа, есть такая возможность, чтобы в 10-30 вечера сегодня закончить, просто разобрать все. Мы сейчас еще родственники, у нас еще и много родственников. Я сейчас начну родственника сюда подключать в чат. Сейчас, подожди. Не, ребята, да. Лады, благодарю. А там тройка просто. Смотрите, как работают программы. С тройкой спорить себе дороже. Раз. Тройки категоричны, надменные, принципиальные и жесткие. Все. Так что уже... Поэтому мы удаляем ее с мастерса за наглость и за надменность. Да ладно, Илья, да что уж. Пусть будет. Пусть пятницу придет. Она ж не виновата. Это программа такая. Так, хорошо. Надо же свои реакции тоже отслеживать, как бы по этому. Взрослые люди все. Так мы про это два дня уже ведем разговор. Дисциплина, ума. Спасибо тебе большое, дорогая. Очень круто вообще. Такие отзывы о твоем мастерсе бомбические. Спасибо тебе большое. Очень приятно, что такие спикеры приходят. Я в задаче отворца. Я вам любовь, любовь, любовь всем направляю. Любовь спасет меня. Супер. Все. Дело в том, что каждый эфир все круче и круче. Вот сейчас вижу, как будто вот это время даже не пролетело. Спасибо большое, Наталья. Я жду с нетерпением. В пятницу прям вообще. Да, в пятницу будет очень серьезная тема. В пятницу будет как бы итог финальный. Выхода из морали и дисциплины ума. Все. Обнимаю, целую, благодарю, кайфую от вас. И у меня час на покушать и хоррона твои. Давай, дорогая, хорошего дня тебе. Пока-пока. Спасибо большое. Пока-пока. Да.